Марина Цветаева «Шпиль роняет храм» Есть ли у художественного произведения собственный смысл? Такой, что не был бы привнесён читателем. Смысл хрестоматийный, надёжный, классический. Откуда ему взяться в хрестоматии? Опять от читателя, если не первого, так и лучшего, того, кто понял, осветил, изложил. А если изложил, значит ли это, что к искусству неизменно представлен истолкователь? В жаркое лето и в зиму метельную, В дни ваших свадеб, торжеств, похорон, Жду, чтоб спугнул мою скупу смертельную, Лёгкий, доселе неслышанный звон. Вот он возник, и с холодным вниманием Жду, чтоб понять, закрепить и убить, И перед зорким моим ожиданием Тянет он еле приметную нить. Сложно построенный смысл стихотворения Не то чтобы нуждается в истолковании, Не обходится без него. Отправная точка интерпретации Художественного текста в том, Что смысл существует исключительно в понимании, И нигде за пределами понимания Моего, твоего, нашего, его не найти. Продиктованный христоматийный смысл Убивает произведение, Ибо живое слово канонизируется В омертвелой форме предзаданного понимания, А читателю необходимо самому услышать его, Как звучит рифма, набирает силу метр, Почувствовать свой ритм, силу и страсть, Полную оторвенность темени от плеч. Именно этот заглушенный и юный напев, Затаенный тиши художественного текста, Способен затронуть усыпленные жизнью струны, Напряженные как арфа души, собеседника. И если струны одной души Оказываются созвучны струнам другой, Мы едины в своем понимании, Наши истолкования совпадают, Произведение обретает собственный смысл. Длятся часы мировое несущее, Ширятся звуки движения и свет, Прошлое страстно глядится в грядущее, Нет настоящего, жалкого нет. И, наконец, у предела зачатия новой души Неизведанных сил, душу сражает, Как громом проклятие, Творческий разум осилил. Убил. Александр Блок, художник. Вникая в текст, читатель, как и сам текст, В часы мировое несущее, В час, когда потомственность сказ-ы-ва-е-ца, Это только прошлое, Прошлый опыт жизни и понимания. Возможности интерпретации – это, Когда гудят моей высокой тяги лирические провода, Это грядущее, Будущее понимание текста, Будущее состояние сознания интерпретатора, Паразита пространства, Алкоголика верст. Оба они, Понимание текста и состояние сознания, Совпадают, Потому что это его понимание, Его полное и точное чувство головы с крыльями. Музыка надсадная, Вздох всегда в отще, Кончено, отстрадено, В газовом мешке воздуха, Без компаса ввысь, Дитя в отца, Час, когда потомственность Сказывается. Стверть голов бестормозных, Трахт и, как отсечь, Полная оторванность темени от плеч, Сброшенных, Беспочвенных, Грунт, Гермес свои, Полное и точное чувство головы с крыльями, Двух способов нет, Один и прям, Так пространством всосанный Шпиль роняет храм, Дням, Не в день, А из подваль, Бог сквозь дичь и глушь, Чувств, Из лука выстрелом, Ввысь, Не в царство душ, В полное владычество лба, Предел, А силь, В час, когда готический храм Нагонит шпиль, Собственный, И вычислив всё, Как горд и числ, В час, когда готический шпиль Нагонит смысл собственный. Марина Цветаева, Поэма Воздуха Я бренная пена морская 31 мая 1912 года в Москве был открыт Музей изящных искусств. Кинохроника от тех лет сохранила, Так как после церемонии Государь Николай II С семьёй спускаются К автомобилю. В шитом золотом мундире Почётного опекуна Его сопровождает Иван Владимирович Цветаев, Профессор, Филолог, Искусствовед, Создатель И первый директор Музея имени императора Александра III При Московском Императорском университете. 24 года тому назад У профессора не было ни денег, Ни земли, Ни дорогостоящих Произведений искусства. Начинать нужно было с нуля, Но ему, Одержимому благородной идеей, Всё удалось. Наш гигантский Младший брат Величали музей Дочери Ивана Владимировича Марина и Анастасия. Старшей Марине К тому времени Было неполных двадцать лет, Младшей Анастасии восемнадцать. Обе читали стихи в унисон И принимали участие В студиях символистов. Аси Мы быстры и наготови, Мы остры, В каждом жесте, В каждом взгляде, В каждом слове Две сестры. Своенравна наша ласка И тонка, Мы из старого Дамаска Два клинка, Прочь гумно И бремя хлеба И валы, Мы, натянутые в небо, Две стрелы, Мы одни на рынке мира Без греха, Мы из Вильяма Шекспира Два стиха. Одиннадцатый июля, Тысяча девятьсот тринадцатого. Во многом непонятны мы, Дети рубежа, Говорил о своем поколении Андрей Белый. Мы не конец века, Не начало нового, А схватка столетий в душе. Мы ножницы Меж столетиями. Нас надо брать В проблеме ножниц, Сознавших. Ни в критериях старого, Ни в критериях нового Нас не объяснишь. Андрей Белый На рубеже двух столетий. Обе сестры были замужем. Анастасия за студентом Борисом Трухачевым, Марина за студентом Историко-филологического факультета Сергеем Эфроновым. В августе того же года У Анастасии родился сын Андрей, В сентябре у Марины дочь Ариады. Кто создан из камня, Кто создан из глины, А я серебрюсь и сверкаю, Мне дело измена, Мне имя Марина, Я бренная пена морская. Кто создан из глины, Кто создан из плоти, Тем угроб и надгробные плиты В купеле морской крещена И в полете своем Непрестанно разбита. Сквозь каждое сердце, Сквозь каждые сети Пробьется мое своеволье. Меня, видишь, Кудри беспутные эти, Земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, Я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, Веселая пена, Высокая пена морская. 23 мая 1922. Обе последние видения королей Писали стихи. Марина уже выпустила книжку, Вечерний альбом, И подготовила к печати вторую, Волшебный фонарь. Ее поэтический дар привлек внимание Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина, Николая Гумилёва. Марина Цветаева Внутренне талантлива, Внутренне своеобразна, Писал Николай Гумилёв В сдвоенном номере «Аполлона за 1911 год. Номер 4.1». Пусть ее книга посвящается Блестящей памяти Марии Вашкирцевой. Эпиграф взят из Растана. Слово «мама» почти не сходит со страниц. Все это наводит только на мысль О юности поэтессы, Что и подтверждается Ее собственными строчками признаний. Многое ново в этой книге. Нова смелая, Иногда чрезмерно интимность. Новы темы, Например, детская влюбленность. Ново непосредственное Любование пустяками жизни. И, как и надо было думать, Здесь инстинктивно угаданы Все главнейшие законы поэзии. Так что эта книга – Не только милая книга девических признаний, Но и книга прекрасных стихов. Письма о русской поэзии. Декабрьская сказка Мы слишком молоды, Чтобы простить тому, Кто в нас развеял чары. Но, чтоб о нем ушедшем не грусти, Мы слишком стары. Был замок розовый, Как зимняя заря, Как мир большой, Как ветер древний, Мы были дочери почти царя, Почти царевны. Отец – волшебник, Был седой и злой, Мы, рассердясь, его сковали, По вечерам, склоняясь над золой, Мы колдовали. Оленя быстрого из рога пили кровь, Сердца разглядывали в лупы, А тот, кто верить мог, Что есть любовь, Казался глупым. Однажды вечером пришел из тьмы Печальный принц в одежде серой, Он говорил без веры, Ах, а мы понимали с верой. Рассвет декабрьский Глядел в окно, Олели робким светом вдали, Ему спалось и было все равно, Что мы страдали. Мы слишком молоды, Чтобы забыть того, Кто в нас развеял чары, Но чтоб опять так нежно полюбить, Не слишком старый. В номере втором «Русской мысли» за 1911 год, Статье под названием «Новые сборники стихов», Мэтр символизма Валерий Яковлевич Брюсов сообщал. Довольно резкую противоположность Илье Эренбургу Представляет Марина Цветаева. Эренбург постоянно вращается В условном мире, Созданном им самим, В мире рыцарей, Капелланов, Трубадуров, Турниров, Охотнее говорить не о тех чувствах, Которые действительно пережил, Но о тех, Которые ему хотелось бы пережить. Стихи Марины Цветаевой, Напротив, Всегда отправляются От какого-нибудь реального факта, От чего-нибудь действительно пережитого. Не боясь вводить в поэзию повседневность, Она берет непосредственно черты жизни, И это придает ее стихам Жуткую интимность. Когда читаешь ее книгу, Минутами становится неловко, Словно заглянул Нескромно Через полузакрытое окно В чужую квартиру И подсмотрел сцену, Видеть которую Не должны были Посторонними. Однако Эта непосредственность, Привлекательная В более удачных пьесах, Переходит на многих страницах Толстого сборника В какую-то домашность. Получаются уже Не поэтические создания Плохие или хорошие И другой вопрос, Но просто страницы Личного дневника И при том страницы Довольно пресные. Последнее Объясняется Молодостью автора, Который несколько раз Указывает на свой возраст. Покуда Вся жизнь Как книга Для меня. Говорит в одном месте Марина Цветаева, В другом она Свой стих Определяет эпитетом Невзрослый, Еще где-то прямо Говорит о своих Восемнадцати годах. Эти признания Обезоруживают критику, Но если В следующих книгах Госпожи Цветаевой Вновь появятся Те же ее Любимые герои Мама Володя Сережа Маленькая Аня Маленькая Валенька И те же Любимые места действия Темная гостиная Растаявший каток Столовая Четыре раза в день Оживленный Арбат И тому подобное Мы будем Надеяться, что Они станут Синтетическими Образами Символами Общечеловеческого А не просто Беглыми портретами Родных и знакомых И воспоминаниями О своей квартире Мы будем Также ждать Что поэт Найдет в своей душе Чувства более острые Чем те милые пустяки Которые Занимают Так много места В вечернем альбоме И мысли Более нужные Чем повторение Старой истины Надменность фарисея Ненавистна Несомненно Талантливая Марина Цветаева Может дать нам Настоящую Поэзию Интимной жизни И может При той легкости С какой она Как кажется Пишет стихи Растратит Все свое Дарование На ненужные Хотя бы Изящные Без делушки Валерий Брюсов Стихи 1911 Г. Похвальные Напутствия Мэтро-символизма Между тем Что они Могли значить Для Отраковицы Только что Обредшей Поэтический Голос Ее Вечерний Альбом Так Вчувствовается В кровь Отрак До сели Лотос Никакой Синтетики В пику Домашности Очага Ничего Эпохального Символического В пику Темной Гостиной Катанию на коньках И Арбату На критику Брюсова Марина Цветаева Отвечала Полемическими Стихотворениями В сборниках Волшебный Фонарь И из двух книг 1913 Валерию Яковлевичу Брюсову Улыбнись Моё Окно Или к шутам Меня причисли Не изменишь Всё равно Острых чувств И нужных Мыслей Мне от Бога Не дано Нужно петь Что Всё темно Что Над миром Сны Этих Мыслей Мне От Бога Не дано Примированный Щенок Ильфо Ашакен Данэ Сон Жужу Эдмон Растан Каждому Нужно Дать Его Игрушку Был Сочельник 1911 года Московский Метельный Со звёздами В глазах И на глазах Утром Бальмонт 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 Пушкин Приз Данный мне Брюсовым за стихи Предоставленный В последний час Последнего дня Предельный срок был Сочельник Идея была Соблазнительной Но стих на тему Стих по заказу Стих по мановению Брюсова И второй камень Преткновения Острейший Я совсем не знала Кто Эдмонда Мужчина Или женщина Друг Или подруга Если родительный Подеж Кого Чего То Эдмонд Выходил Мужчиной И Дженни Его не покинет Если же именительный Подеж Кто Что То Эдмонда Женщина И не покинет Свою подругу Дженни Камень Устранился легко Кто-то рассмеявшись И не поверив Моему невежеству Раскрыл мне Пушкина На пире во время чумы И удостоверил Мужественность Эдмонда Но время Было упущено Над Москвой В звездах И хлопьях Оползался Черник В темноте И перед самым Зажжением елок Я стояла На углу Арбатской площади И передавала Седому посыльному В красной шапке Конверт В котором еще Конверт В котором еще Конверт На внешнем был адрес Брюсова На втором Со стихами Девиз Конкурс был тайный С обнаружением автора Лишь по присуждении приза На третьем Тот же девиз С пометкой Имя и адрес Нечто вроде Море океана Острова буяна И Кащеевой смерти Кейце Письмецо Я Брюсову посылала На дом На цветной бульвар В виде подарка На елку Каков же был девиз Из Растана конечно Иль фоа шакенда Несон жужу Эдмонд Хастан Каков же был стих Не на тему конечно Стих написанный Вовсе не на Эдмонда За полгода До Своему Эдмонду Стих не только Не на тему А обратный ей И обратностью свою Подошедший Вот он Но Эдмонда Но Эдмонда Не покинет Жене Даже в небесах Воспоминанье Воспоминанье Слишком Я Земной Воспоминанье Слишком Люква Жебаткина Поздравляю вас Мариной Ивановной Я Думаю о замужестве Спасибо Вы взяли Первый приз Но Брюсов, узнав Что это вы, решил Вам за молодостью Присудить Первый из двух Вторых Я рассмеялась Получать призы Нужно было В обществе свободной эстетики Подробности стерлись Помню только что Когда Брюсов объявил Первого не получил никто Первый же из двух Вторых Госпожа Цветаева По залу прошло недоумение А по моему лицу Усмешка Затем читались Кажется Брюсовым же Стихи После примированных Ходосевич Рафалович Я Удостоившиеся Одобрения Не помню чьи Выдача самих призов Производилась Не на эстраде А у входного столика За которым Что-то Вписывала И выписывала Милая Застенчивая Всегда все По возможности сглаживавшая И так выигрывавшая На фоне Брюсовской Жесткости Жена его Жанна Матвеевна Приз Именно золотой жетон С черным пегасом Непосредственно Брюсову Из руки в руки Вручок Хотя не в рукопожатии Но руки Встретились И я Продевая его Сквозь цепочку браслета Громко и весело Значит Я теперь Примированный щенок Ответный смех залы И добрая Внезапная Волчья Улыбка Брюсова Улыбка Условность Просто Внезапное Обнаружение И такое же Исчезновение Зубов Не улыбка Улыбка Только не наша Волчья Оскал Осклав Ощерб Тут Я впервые Догадалась Что Брюсов Волк Марина Цветаева Герой Труда Валерию Яковлевичу Брюсову Я забыла Что Сердце Вас Только Ночник Не звезда Я забыла Об этом Что Поэзия Ваша Из книг И Зависть И Критика Ранний Старик Вы Опять Не на миг Показались Великим Поэтом 1912-е Первым Приветил Юное Дарование Странник Вечный В пути Бесконечном Максимилиан Волошин В декабре 1910-го года В газете «Утро России» появилась его статья «Женская поэзия» с сопоставлением стихов 17-летней московской гимназистки с творчеством известных в то время поэтесс «Любовь столицы», «Адалаиды Герцик» и других. Верх одержала гимназистка. Невзрослый стих Марины Цветаевой, иногда неуверенный в себе и ломающийся, как детский голос, умеет передать оттенки, недоступные стиху более взрослому. Чувствуешь, что этому невзрослому стиху доступно многое, «О чём нам, взрослым, мечтать нечего». Вся статья, вспоминала Марина Цветаева, самый беззаветный гимн женскому творчеству из 17-летия. «Женщина сама не творит языка, и поэтому в те эпохи, когда идёт творчество элементов речи, она обезмолвствует. Но когда язык создан, она может выразить на нём и найти слова для оттенков менее уловимых, чем способен на это мужчина. Женская лирика глубже, но она менее индивидуальна. Это гораздо больше лирика рода, а не лирика личности. Значительность поэзии, названных мною поэтесс, придаёт то, что каждая из них говорит не только за самую себя, но и за великое множество женщин. Каждая является голосом одного из погодных течений, одухотворяющих стихию женского, голосом женственной глубины». Максимилиан Волошин. Женская поэзия. В свой первый визит в трёхпрудный переулок Цветаевы Макс попросил Марину снять чипец и очки. Художник. Ему не терпелось видеть форму головы. Голова, ведь это у поэта, главное. Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, Как искры из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти, В святилище, где сон, эфемиам, Моим стихам о юности и смерти, Нечитанным стихам, Разбросанным в пыли по магазинам, Где их никто не брал и не берёт, Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черёд. 13 мая 1913 октября Потом была беседа о Париже, Растане, Наполеоне Первом, Втором, Царе Бернард. Они ведь жили этим. А Бадлера вы никогда не любили? А Артюра Рымбо знаете? Знаю. Не любила. Никогда не буду любить. Люблю только Растана и Наполеона Первого, И Наполеона Второго. И какое горе, Что я не мужчина и не тогда жила, Чтобы пойти с первым на Святую Елену И с вторым в Шенбрун. А вы знаете, сколько мы с вами пробеседовали? Пять часов. Я пришёл в два, а теперь семь. Я скоро опять приду. Карабинник идей уходит. Пустая передняя, Скрип парадного, Скрип мостков под шагами, Калитка. «Когда вы любите человека», Расскажет она в современных записках Париж 1933 год. Вам всегда хочется, чтобы он ушёл, Чтобы о нём помечтать. Живое о живом. Через день письмо Открываю. Стихи. К вам душа так радостно влекома. О, какая веет благодать От страниц вечернего альбома! Почему альбом, а не тетрадь? Отчего скрывает чепчик чёрный, Чистый лоб, а на глазах очки Я отметил только взгляд покорный И младенческие овал щеки. Я лежу сегодня в неврологии, Боль, как тихая биолончель. Ваших слов касания благие, И стихи крылатый взмах качель Убоюкивают боль. Скитальцы, мы живём для трепета тоски, Чьи прохладно ласковые пальцы В темноте мне трогают виски. Ваша книга – это весть оттуда, Утренняя благостная весть. Я давно уж не приемлю чудо, Но, как сладко слышим, Чудо есть. Разрываясь от восторга, Первые хорошие стихи за жизнь Посвящали много, но плохие. И только с большим трудом, Забирая в себя рыбку, Домашнюю, конечно, ни слова, К концу дня иду к своей Единственной приятельнице, Старшей меня на двадцать лет, И которой я уже, естественно, Рассказала первую встречу. Ещё в передней молча протягиваю стихи. Читаю. К вам душа так радостно влекома, О, какая веет благодать От страницы вечернего дома, Почему альбом, а не тетрадь? Прерывая. Почему альбом? На это вы ему ответите, Что в тетрадку вы пишете в гимназии, А в альбом дома. У нас в Смольном у всех Были альбомы для стихов. Почему скрывает чепчик чёрный, Чистый лоб и на глазах очки? А вот, видите, он тоже заметил. И действительно странно, Такая молодая девушка и вдруг в чепце. Впрочем, бритая была бы ещё хуже. И эти ужасные очки Я всегда вам говорил. Я отметил только взгляд покорный, Младенческие овалщики. А вот это очень хорошо, Младенческие. То есть на редкость младенческие. Я лежу сегодня в неврологии, Я боль как тихая, Говорила мчель, Ваших слов касание обладней, И стихий крылатый взмах качель, Убоюкает боль, С китайцем мы живём для трепета тоски. Да, Но вот именно для трепета тоски. И вдруг от слога к слогу Всё более и более мрачневая И на последнем как туче. Чьи прохладно-ласковые пальцы В темноте мне трогают виски. Ну вот видите, Пальцы. Фу, какая гадость. Я говорю вам, Он просто пользуется, Что вашего отца нет дома. Это всегда так начинается. Пальцы. Мой друг, Верните ему это письмо С подчёркнутыми строками И припишите. Я из порядочного дома и вообще. Он всё-таки должен знать, Что вы дочь вашего отца. Вот что значит расти без матери? А вы, Заминка, Может быть действительно От избытка чувств полной невинности Погладили его по виску? Предупреждаю вас, Что они этого совсем не понимают. Совсем не так понимают. Но, во-первых, я его не гладил, А во-вторых, если бы даже он поэт, Тем хуже. У меня тоже был влюблён один поэт. Так его пришлось Юлию Сергеевичу Сбросить с лестницы. Так и ушла с этим неюютным видением Будущего Массивного Максимилиана Волошина, Летящего с нашей узкой Незанимной лестницы К нам же в залу. Марина Цветаева, Живое о живом. Кошки Максу Волошину Они приходят к нам, Когда у нас в глазах Не видно боли. Но боль пришла, Их нету боли, В кошачьем сердце нет стыда. Смешно, Не правда ли, поэт, Их обучать домашней роли? Они бегут от рабской доли, В кошачьем сердце рабства нет. Как ни мани, как ни зови, Как ни балуй В уютной холи, Единый миг они на воле, В кошачьем сердце нет любви. Голос – самое пленительное И неуловимое в человеке, Считал Максимилиан Волошин. Голос – это внутренний слепок души. У каждой души Есть свой основной тон, А у голоса основная интонация. Неуловимость этой интонации, Невозможность её ухватить, Закрепить, Описать, Составляют обаяние голоса. В поэзии Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Осипа Вандельштама, Софи Парнок Признавал Зевсоподобный гигант Коктябеля Слияние стиха и голоса Зазвучало непринуждённо и свободно. В их стихах всё стало голосом, Всё их обаяние только в голосе, Почти всё равно, какие слова Будут они произносить, Так хочется прислушиваться К самым звукам их голосов, Настолько свежих и новых Своей интимности. Максимилиан Волошин, Голоса Пайта Коктябеле в доме Волошина Цветаева гостила в 1911, 13, 15 и 17 годах. Стихи из новой книги стихов Вёрсты, Так не похожие на её первые полудетские книги, Звучали в его ушах задолго до выхода Их в свет в 1922. Марина Цветаева – то голос разумного дитя, То мальчишески ломающийся и дерзко, То с глубоко национальными И длинными бабними нотами. Максимилиан Волошин голоса Пайта И вот, навьючив на верблюжий горб, На добрый стопудовую заботу Отправимся, верблюд смирен и горд, Справлять неисправимую работу. Под тёмной тяжестью верблюжьих тел Мечтать о Ниле, радоваться луже, Как Господин и как Господь велел Нести свой крест по Божьему, по верблюжьему. И будут в заре ли пустынных зорь Горбы болеть, купцы гадать, Откуда какая-то вдруг напала хворь На доброго покорного верблюда. Но ни единым взглядом не моля, Вперёд, вперёд с сожжёнными губами, Пока обетованная земля Большим горбом не встанет над горбами. 14 сентября 1917 В августе 1909 с переводчиком Бодлера, Страстным символистом, разбросанным поэтом, Любому Львовичем Кобылинским, Элисом, Случился инцидент. Его поймали с поличным, Вырезанием страниц из библиотечных книг. Что это были за книги и что из них вырезал Элис, Любитель марать поля дождём восклицательных знаков И карандашными вставками, Его друг-исподвижник Андрей Белый описывал так. «Он испортил вырезками страницу в моей книге «Северная симфония» И страницу в моей же книге «Кубок метель». Служитель музея случайно увидел, Как он вырезывал. И когда ушёл Элис, По обычаю оставляя портфель работы Со всеми вырезками, То служитель отнёс портфель К заведующему читальным залом, Фанатику книгоману Кваскову. Элису сделали строжайшие выгоды. Конечно, за неряшество, а не за воровство. И лишили права его работать в музее. Квасков с возмущением рассказывал об этом факте. Пронюхал какой-то газетчик. Враги весов вздули до ужаса инцидент. Неряшество окрестили именем кражи. Можно было подумать, читая газеты, Что Элис годами систематически Выкрадывал ценные рукописи. Министр Кассо, Прочитав заметку о краже в музее, Воспользовался этим случаем, Чтобы спихнуть с места директора, Профессора Цветаева. У них были счёты. Он требовал дать делу ходу. Теперь о Цветаеве. Этот последний питал к Элису ненависть. Элис являлся почти каждый день На квартиру его проповедовать Марине и Асе, его дочерям, символизм. И папаша был в ужасе От влияния этого декадента на них. Тем более, что они развивали Ливейшие устремления для этого Костного Октябриста. Они называли себя тогда Анархистками. В представлении профессора, Элис питал их тенденцией Ни в грош не ставить папашу. С другой стороны, дама, Которую папаша влюбился по уши, Была влюблена в Элиса. И здесь и там торчал на дороге Профессора Декадент. Оскорбление свое он и выместил, Как директор Румянцевского музея. И кроме всего, он желал Выкрутиться перед его нелюбившим министром. Он потребовал строжайшего Расследования с тенденцией Объявить Элиса. Результат осмотра книг, Читанных Элисом в музее за многие годы, Был убийственным для Цветаева. Кроме двух страниц, Вырезанных из симфоний на виду Услужителей, С оставлением им на руки своего портфеля, Вместо того, чтобы унести портфель с уворованным, Никаких следов воровства, Которого и в замысле не было. Элисуль воровать, Когда его обворовывали Редакцией нищенским гонораром, Когда он всю жизнь обворовывал сам себя Отдаванием первому встречному Своего гонорара и после сидел без обеда. Пришлось же позднее Нелендеру Отнимать у Элиса деньги, Чтобы их ему сохранить на обеде. И этого человека маститый Профессор Цветаев хотел объявить злостным вором. Личная месть и угодничество перед Косо, От которого разбегались в ужасе И умеренные профессора, Превратили седого профессора В косвенного участника клеветы. Пока над Элисом разоржалась беда, Комиссия по расследованию преступления Сурово молчала, Укрепляя мысли многих о том, Что материал к обвинению Должно быть есть. На Элиса рушились И личные счёты министра Цветаевым, И ненависть последнего, И ненависть почти всех писателей Залисовские манифесты. Оповещение о воровстве Печаталось на первой странице. Оно облетело в два дня Десятки провинциальных газет, А опровержения не печатались. Через два месяца Постановление Тритейского суда, Снявшего с Элиса клевету, Было напечатано пюти там, На четвёртой странице Русских ведомостей. И осталось, Не перепечатанным другими газетами. И тот факт, Что судебное следствие Прекратило дело об Элисе Вслед за следствием Музейной комиссии, И тот факт, Что тритейские судьи Муромцев, Лопатин и Малянтович Признали Элиса В воровстве невиновным, Не изменили мнение. Казнили не вора, Сотрудника журнала Весы. Не забуду дней, Проведённых в Москве. Я с неделю метался От Петровского Скульптору Крахту От Крахта К Полякову Весы Из Весов в музей Оттуда К Элису, К Шпету, К Астрову. Элиса ежедневно Таскали наследствие В комиссию при музее. А элемент, Мною названный Обозную сволочью, Неистовствовал Во всех Российских газетах, Взмывая К низменным Инстинктам Падкой до сенсации Толпы Годючий лозун. Все они таковы. Раздавался Чуть ли не на улице, Где сотрудников Весов Ели глазами. Передо мною Вставала картина Толпы, Убивающей Верщагина Война и мир. Нас прямо Ставили вне закона. Особенно Тогда, Когда закон Дело прекратил, А где-нибудь В Харькове, Киеве и т.д. Продолжали писать Элис Вор Андрей Белый Между двух Революций Стихи о Москве Москва Какой огромный Странноприимный Дом Всяк на Руси Бездомный Мы все к тебе Придём Клеймо Позорит плечи За голенищем Нож Издалека До лечи Ты всё же Позовёшь На каторжные клейма На всякую Болесть Младенец Пантелеймон У нас Целитель есть А вон за той У дверцы Куда народ Валит Там Иверское Сердце Червонное Горит И льётся Аллилуйя На смуглые Поля И об грудь Тебя Целую Московская Земля 8 июля 1916-го Казацкая Тогда Летом 1909-го Марина Училась На курсах Французской литературы В Париже Она ещё только Начинала Жить так, Как пишу Образцово Изжата Как Бог Повелел И друзья Не велят Элису Первому В её жизни Поэту Приходили Письма Париж 22 июня 1909-го Милый Лев Львович У меня сегодня Под подушкой Были Эгельон И ваши Письма О сны О Наполеоне И о маме Этот сон О маме И я и хочу Вам рассказать Мы встретились с ней На одной из шумных Улиц Парижа Я шла с Асей Мама была, как всегда Как за год до смерти Немножко бледная Слишком тёмными глазами Улыбающаяся Я так ясно Теперь помню её лицо Стали говорить Я так рада была Встретить её Именно в Париже Где особенно грустно Было всегда одной О Мама Говорила я Когда я смотрю на Елисейские поля Мне так грустно Так грустно И рукой как будто Загораживаюсь от солнца На самом деле Не хотела Чтобы Ася увидела Мои слёзы Потом я стала упрашивать её Познакомиться с Лидией Александровной Больше всех на свете Мама Я люблю тебя Лидию Александровну И Элисы А Асю мелькнуло у меня В голове Нет Асю не нужно Да У Лидии Александровны Ведь кажется воспаление Слепой кишки Сказала мама Какая ты мама красивая В восторге Говорила я Как жаль Что я не на тебя похожа Она Хотела сказать папу Но побоялась Что мама обидится И докончила Неизвестно кого Я так горжусь тобой Ну вот Засмеялась она Я так красивая Особенно с заострившимся носом Тут только я вспомнил Что мама умерла Но нисколько не испугалась Мама Сделай так Чтобы мы встретились с тобой На улице Хоть на минутку Ну мама же Этого нельзя Грустно ответила она Но если иногда Увидишь Что нибудь хорошее Странное На улице Или дома Помни что это я Или от меня Тут она исчезла Сколько времени прошло Я не знаю Снова шумная улица Автомобили Трамваи Кэбы Экипажи Говор шум Масса народа Вдруг я чувствую Что за мной кто то гонится Мама Нет Но я боюсь Значит не она Что то белое Настигает меня Хватает и души Перехожу через улицу Прямо на меня трамвай Я ухожу с рельс Иду в противоположную сторону А трамвай за мной Освободившись Наконец от него Вижу насторожившийся Автомобиль Выжидающий Куда я двинусь Чтобы кинуться за мной Тут я начинаю понимать Что что то здесь неладно Я вижу что кто то Узнал наш с мамой уговор И хочет меня наставить Против мамы Хочет чтобы я Напуганная Преследованием вещей И неприятными Неожиданностями Наконец сказала Оставь меня в покое Я поняла так же Что мама бессильно Предупредит меня И теперь мучается Перехожу на другой Тротуар Вечерей Около стены С афишами Стоят трое людей Маленькая старушонка Ребенок старик Я начинаю говорить о маме Но старуха ничего не понимает Не слышит Я начинаю думать Что мне только кажется Будто я говорю Вдруг я стою перед ней Шевелю губами Как только я это подумала Мне стало ясно Почему она меня не слышит Но всё же Я продолжала мысленно Мою фразу Которая кончалась Словами Уничтожить Моя старуха В то же мгновение Вынимает из кармана Мил и пишет На стене Уничтожить То есть Непроизнесённое мною слово Тогда я начинаю Расспрашивать её Вы знали маму Вы любили её Вот ленькая Она была Прилипчивая Шипит старушонка Голубка моя Верь мне В её шёпоте Что-то заискивающее Хитрое Вместе с тем Робкое Тогда я обращаюсь К стоящей за мной Барышне Высокой В голубом платье И пенсне И упавшим голосом Спрашиваю А что думаете О маме Вы У неё было Очень много книг Оттого её Все завидуют Неопределённо Отвечает Барышня Мама была прямая Как верёвка Натянутая на лук Кричу я звенящим И задыхающимся От негодования И огромного усилия Голосом Она была Слишком прямая Согнутый лук Был слишком согнут И выпрямляясь Разорвал её Марина Цветаева Письмо Прыжками Прыжками Через три ступени Взбегаем Лесенкой крутой Нашми за ним Всегда весенней И золотой Где невозможный Беспорядок Где точно Разразился гром Над этим ворохом Тетрадок Ещё с пером Над этим Полчищем Шарманок Картонных Кукол и Зверей Полуобгрызанных Баранок Календарей Неописуемых Коробок С вещами Не на всякий вкус Пустых Флакончиков Беспробок Стеклянных Буз Чьи ослепительные Грозди Кленкянт Эклятант Граб Звеня Опутывают Гвозди Для наших Шляп Садимся Смотрим Знаем Любим И чуем Не спуская Глаз Что за него Себя погубим А он за нас Вас кокуна В огне им Вот мы Лови Нашний день О том, как Бегали по зале Сегодня ночью При луне И что и как Ему сказали Потом во сне И как Ему же в экстазе За наш непокоримый дух Начальство наших Двух гимназий Нас гонит Вы Как никогда Не выйдем замуж Так и останемся Втроём Он Никогда Не выйдем замуж Скорей умрём Как Жизнь Уже Давным-давно Нам Сукной Горная И Ват За Иоанном В рай За Доном Жоан Ват Марина Цветаева Чародей Благодаря Элису Марина Цветаева Вошла В литературные Круги Москвы Встречи с ними Она описала Позднее В поэме Чародей 1914 г Однако После инцидента С библиотечными Книгами Отец Запретил Разбросанному Поэту Появляться В его доме Может быть Папа На несколько дней Уедет в Петербург Если это будет Известим вас Профессор Цветаев Сын бедного Сельского священника Учившийся при Лучине Приобретал Для музея Изящных искусств Коллекции Египтолога Голенищева И занимался Их перевозкой В Москву Дочери Марина И Ася По отъезду Его встречались Какими-то Очень странными Молодыми людьми Почему Они не удосужились Закончить Хотя бы Гимназический курс обучения? В семейной жизни Не удалось Зато Удалось Служение Родины Скажет он В самый разгар Торжеств По случаю Открытия музея Ныне Носящего имя Александра Сергеевича Пушкина От казенной квартиры Положенной ему Как директору Он отказался И сделал из нее Четыре квартиры Для мелких служащих Так и остались Они Не в современности Иван Владимирович Цветаев Дух музея Фабрикант Меценат Мечаев Мальцов Тело музея Умер Цветаев Через год Не завершив Научный труд О храмах Древнего Рима Но оставив Москве Музей О России Мари Стихи о Москве Красной кистью Рябина зажглась Падали листья Я родилась Спорили сотни колоколов День был субботный Иоанн Богослов Мне и до ныне Хочется грызть Жаркой рябины Горькую кисть 16 августа 1916 После России Ты проходишь на запад солнца Тяжело сказать, кому из поэтов повезло на благоприятные условия для творчества. Случалось ли такое вообще? Быть может, с Дюго в Лондоне или с Гёте в Эймаре? Повезло ли Собесине и Гумилёву, Ахматовой и Сослепнёва? Или только Рильке с замком Нузо? Не исключено, что условия были и благоприятствовали поэтическому искусству, хотя внезапные были не столько внешними, сколько преображёнными в творческую пору самим поэтам, как вынужденное из-за холерного карантина затворничество Пушкина в Большом Болдена осенью 1830 года. Жизнь – сама неблагоприятное условие, – разъясняла Марина Цветаева. Жизнь сырьём на потребу творчества не идёт. Жизнь поэта – сухопутный шквал. Неизменное движение от родного по крови к родному по духу. Вековое, незастроенное. От родимых сёл и земель, от августейших засушенностей к друзьям и любимым. Преображение этого неблагоприятного условия, освобождение от обусловленности внешним, наносным, временным – в этом ни больше и ни меньше творческая сила искусства. От родимых сёл, сёл, наваждень, новоявленностей, Чтобы поезд шёл, шёл, чтоб нигде не останавливался, Никуда не приходил, вековое, незастроенное, Чтобы ветер бил, бил, выбивалкою соломенную, Просвежил бы мозг, мозг, всё осевшее и плесенное, Чтобы поезд нёс, нёс, быстрей лебедя, как в песенке. Сухопутный шквал, шквал низвержений, невоздержанностей, Чтобы поезд мчал, мчал, чтобы только не задерживался, Чтобы только не срастись, не поклясться, не насытиться бы, Чтобы только свист, свист над проклятой действительностью. Феодальных ниф, глыб первозданных, незахватанностей, Чтобы поезд шип, шип, чтобы только не засматривался, На родимых мест мест, а в густейшие засушенности, Всё едино пешт, брест, чтобы только не заслушивался, Никогда не спать, спать, грех последний, неоправданнейший, Птиц летящих вспять, вспять, по пятам деревьев падающих, Чтоб ни ночь, ни две, две, ещё дальше царство некоего, Этим поездом к тебе всё бы ехало и ехало бы. Конец мая 1925-го Жизнь по Дарвину Борьба за существование и естественный отбор. По Дергсону – порыв, непрерывное творческое становление. Что выберет поэт? Каким условиям отдаст предпочтение? Насущным, данным объективно в своей государственной И социально-экономической дискретности, или субъективным, Но единственно необманным в своей непрерывности? Выбор очевиден, если это поэт. «Во всю горизонталь Россию восстанавливаю» Выбор не ради других и не для себя – выбор ради самого слова. Так, присягнувши на верность, хану не присягают его орде. Оттого именно поэту дана огромная, неисчерпаемая сила слова, преображающее будущее. Когда-нибудь в дни всеобщего благоденствия будет объявлен конкурс на самые благоприятные условия, При которых в нашу жизнь приходит великая литература. А по уму конкурс следовало сделать ежегодным еще в 1913. Тогда, глядишь, и эрцгерцог Франц Фердинанд пережил бы 1914. Для кого я пишу? Не для миллионов, не для единственного, не для себя. Я пишу для самой вещи. Вещь путем меня сама себя пишет. До других ли? И до себя ли? Марина Цветаева, поэта-критики. Савойские отрывки Синее небо, шире глаза, Как восклицаешь – будет гроза. На проходимца, вскинувши бровь, Как восклицаешь – будет любовь. Сквозь равнодушья серые мхи Так восклицаю – будут стихи. Сентябрь 1936 Блок Вседержитель моей души Скитанием из страны Советов в Берлин , Прагу , и, наконец, Париж , было отдано 17 лет жизни Марины Ивановны Цветаевой. В Чехии писались поэма «Горы» и поэма «Конца». Стихотворение последнего прижизненного сборника «После России» . Во Франции – трагедия Федра, поэма «Воздуха», поэмы «Красный бычок» и «Перекоп». Повесть о Сонечке 1938 Воспоминания о Брюсове «Герой труда» 1925 Волошине «Живое о живом» 1933 Андрея Белом «Пленный дух» 1934 Михаиле Кузмине «Нездешний вечер» 1936 Эссе «Критические статьи» Одна из этих статей поэта-критики 1926 послужила многоголосому неприятию Марины Цветаевой. Сначала ее стихов, образа мысли, затем образа жизни и творчества и нечеловечески ее самой, неприятие, которое завершится самым жестоким заговором молчания, бойкотирующим, радикальным отторжением всем составам эмигрантской среды. Где лебеди? А лебеди ушли. А вороны? А вороны остались. Куда ушли? Куда и журавли? Зачем ушли? Чтоб крылья не достались. А папа где? Спи, спи, за нами сон. Сон на степном коне сейчас приедет. Куда возьмет? На лебединый дом. Там у меня, ты знаешь, белый лебедь. 9 августа 1918 Бойкот, катакомбы, время, которое после России, после радостного начинания, нового искусства, новейшего слова и ценностей, повелось прежде нисхождения в туннеле, повелось с равнодушием к творчеству и любому новаторству, с неумением и нежеланием его принять, понять, сделать своим. По всему литературному фронту идет очищение атмосферы, отмечал его признаки перед войной 14-го года Александр Блок. Это отрадно, но и тяжело также. Люди перестают притворяться, будто понимают символизм и будто любят его. Скоро перестанут притворяться в любви и к искусству. Искусство и религия умирают в мире. Мы идем в катакомбы. Нас презирают окончательно. Самый жестокий вид гонения – полное равнодушие. Но, слава Богу, нас от этого станет меньше числом, и мы станем качественно лучше. Александр Блок. Дневники. 22 марта 1913 г. Стихи к Блоку Имя твоё – птица в руке, Имя твоё – льдинка на языке, Одно-единственное движенье губ. Имя твоё – пять букв. Мячик пойманный на лету, Серебряный бубенец во рту, Камень, кинутый в тихий пруд, Схлипнет так, как тебя зовут. В лёгком щёлканье ночных копыт Громкое имя твоё гремит И назовёт его нам висок, Звонко щёлкающий курок. Имя твоё – ах, нельзя! Имя твоё – поцелуй в глаза, В нежную стужу недвижных век. Имя твоё – поцелуй в снег, Ключевой, ледяной, голубой глоток, С именем твоим сон глубок. 15 апреля 1916. Есть в мире лишние, добавочные, Не вписанные в окоём. Марина Цветаевна. В очерке Герой труда она писала «Пушкин, Бальмонт, непосредственной связи нет. Пушкин, Блок – прямая. Не случайность последнего стихотворения Блока, Посвящённого Пушкину. Не о внутреннем родстве Пушкина и Блока говорю, А о роднящей их одинаковости – нашей любви. Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет. Это после Пушкина. Вся Россия могла сказать только Блоку. Дело не в даре – и у Бальмонта дар, Дело не в смерти – и Гумилёв погиб, Дело в воплощённой тоске, мечте, беде Не целого поколения – ужасающий пример Натсон, А целой пятой стихии – России. Меньше или больше, чем у меня. В воспоминаниях об Андрее Белом Находим подслушанную ей речь, Адресованную ничегоком. Блок оборвался, потому что блок – чего? И если у Блока черно, то это черно – чего? Ведь плюс черноты – чернота, Как присутствие, наличность, данность, В комнате, из которой унесли свет, темно, Но ночь, в которую ты вышел из комнаты, Есть сама чернота – она. Не потому, что от неё светло, А потому, что с ней не надо света. С ночью не надо света. И блок, не выйдя с лампой в ночь, Мудрец, такой же мудрец, как диоген, Вышедший с фонарём днём, В белый день с фонарём, Один света прибавил, другой тьмы. Блок, отдавший себя ночи, Растворивший себя в ней прав, Он к черноте прибавил, Он её сгустил, усугубил, Углубил, учернил, Он сделал ночь ещё чернее, Обогатил стихию, А вы хихи? По краю не срываясь хихихи, Не платя хихи стихи? Марина Цветаева, Пленный Дух Мы всё простим и не нарушим Покоя девственниц весны, Огонь божественный потушим Про огонь в ласковые сны, Нет меры нашему познанию, Вещественный не вечен храм, Когда мы воздвигали зданья, Его паденье снилось нам. И каждый раз, входя под своды, Молясь и плача, знали мы, Здесь пронесутся непогоды, Снега улягутся зимой. Февраль 1902. Александр Блок. В катакомбах эмигрантской литературы Марине Цветаевой не хватало Ни солнца, ни света, Погребённая заживо под лавиною дни, Как каторгу избываю жизнь. 11 января 1925. Для читателя беженца, читателя понаслышке, Намеренного сохранить хотя бы кое-что из того, Чем жилось прежде, В атмосфере старой, пусть и недоброй критики, Параноидальных обвинений в апологии большевизма, Порывы свежего воздуха и прорывы прямой в сердце речи, Не случайно, что смертельно опасны. По свидетельству Марка Львовича Слонима, Публициста и ведущего критика левого журнала «Воля России», В 1930 году Марина Цветаева была более изолирована в Мидорне, Чем за пять лет до того в чешской деревне. В эмигрантском литературном Париже она явно пришлась не ко двору. В лучшем случае её терпели в газетах и журналах, Где она могла печататься, И сотрудничество её часто происходило в условиях, Казавшихся ей оскорбительными. Она не заняла никакого места в эмигрантском обществе С его салонами политическими и литературными, Где все знали друг друга, Сидели за одним чайным столом И, несмотря на различия взглядов и положений, Находились среди своих. Она же была дичком, чужой, Вне групп, вне личных и семейственных связей И резко выделялась и своим обликом, и речами, И поношенным платьем, И неизгладимой печатью бедности. В Медоне Немногочисленные и случайные её знакомые Не могли создать той духовной среды, Которая ей не доставала. О Марине Цветаевой Есть в мире полые, затолканные, немодствующие. Навоз. Об этом же в письмах. Медон 25 февраля 1931 года Дорогая Анна Антоновна, Ещё раз повторяю вам. Живи я с вами, хотя бы в одном городе, Хотя бы в одной стране. У меня была бы другая жизнь, вся другая. Моё горе с окружающими в том, что я не дохожу. Судьба моих книг. Всякий хочет. Первое – попроще. Второе – повеселей. Третье – понарядней. Так одиноко, как это пятилетие я никогда не была. Дома я вроде стража беспечности. Полицейский устаревший. Как мне нравилось это чешское название. Роль самая невыгодная. Весь день дозирать, направлять, и всё по мелочам. Иногда с горечью думаю, всё у меня в доме. И все вокруг более поэты, чем я. У меня от поэзии только моя несчастная тетрадь. У меня нет человека, к которому бы я могла прийти вечером, Звыв с плеч день, Который, раскрыв дверь, мне непременно обрадовался бы. Ни одного человека, которого не надо бы предварительно запрашивать. Можно ли? Я здесь никому не нужна. Есть знакомые, но какой это холод, какая условность, Какое висение на ниточке и цепляние за соломинку. Какая нечеловечность, Марина Цветаева письма. Опустивши забрало, совсем в борьбе, У меня уже мало улыбок себе. Здравствуй, зелени новой, зелёный дым, У меня ещё много улыбок другим. 22 марта 1938 Есть в мире мнимые, невидимые. Знак. Лепразариумов краб. Иным приходилось напоминать, растолковывать простые вещи, Что первая обязанность стихотворного критика – Не писать самому плохих стихов, Или, по крайней мере, не печатать. Что критик, если он критик, а не ремесленник, Умеет видеть за триста лет и за три девять земель, А кто не умеет, тот с правом труда, но без права суда. Что задача критика, если у него есть дар литературного провидения, Совпасть с внутренним судом вещи над собою, Опереди слухи современников на сто, А то и на триста лет, Ведь критик – это абсолютный читатель, Взявшийся за перо. Эти общие мысли о критике куда-то терялись, Как только коганы всех мастей Чуяли перед собою будущего победителя. Но ведь победа в будущем – В настоящем неизбежность. Господа справедливости, А нет хоть здравого смысла, Пыталась образумить их Марина Ивановна. Для того, чтобы иметь суждение о вещи, Надо в этой вещи жить и её любить. Поэт о критике Куда там, когда банальное указание На очевидную подтасовку цитат Порождало стервенение, злость, досаду всей своры. Прискорбная статья академика Бунина «Россия» и «Инония», С хулой на Блока и на Есенина И явно подтасованными цитатами Лучше никак, чем так, Долженствующими явить безбожие Хулиганство всей современной поэзии. Забыл будем свою деревню, Восхитительную, но переполненную И пакостями и сквернословью. Розовая вода, журчащая Вдоль всех статей Ахенвальда, Деланное недоумение Гиппиус Большого поэта Перед синтаксисом поэта не меньшего Бориса Пастернака Не отсутствие доброй воли, Она личность злой. К статьям уже непристойным отношу Статьи Яблановского о Ремезове, Яблановского о моей Германии И чёрного о Ремезове. Не сомневаюсь, что перечислила Не всё. Марина Цветаева, поэта крикит. Стихи к блоку Ты проходишь на запад солнца, Ты увидишь вечерний свет, Ты проходишь на запад солнца, И метель заметает вслед. Мимо окон моих, бесстрастный, Ты пройдёшь в снеговой тиши, Божий праведник мой прекрасный Светит тихий моей души. Я на душу твою не завюсь, Нерушима твоя стызя, В руку бледную от лобзани Не вобью своего гвоздя, И по имени мне окликну, И руками не потянусь К восковому святому лику, Только издали поклонюсь. Под медленным снегом стоя Опущусь на колени в снег, И во имя твоё святое Поцелую вечерний снег. Там, где поступью величавой Ты прошёл в гробовой тиши, Свете тихий, святые славы, Вседержитель моей души. Поэтический дар Не позволял Марине Цветаевой Брататься с поэтической нечистью. И она знала – нельзя. Об участи братавшегося Брюсова сказала – Человек Брюсов всегда на меня Производил впечатлением волка Так долго безнаказанного С 1918 по 1922 год Затравленного Кем? Да той же поэтической нечистью, Которая вопила умирающему Умер месяц спустя Блоку. Да разве вы не видите, Что вы мертвы? Вы мертвец, Вы смердите В могилу Поэтической нечистью, Кокаинистами, Спекулянтами Скандала И Сахарина, С которой он, Мэтр, Парнася, Силы, Чары Братался, Который подобострастно И жалобно Подавал В передней своей квартире Пальто. Герой труда Сверю Берлога Страннику Дорога Мёртвому Дроги Каждому Своё Женщине Лукаве Царю Прави Мне Славить Имя Твоё 2 мая 1916 Есть в мире Иовы, Что Иову завидовали бы, Обиженные И оскорблённые критики, По роду которых Владимир Маяковский Определил Как Коганы, Все Коганы, А с ними Заодно Так глохнут От лая Академик Бунин, Взялись за дело. 5 мая 1926 года Проницательнейший Когда-то Юлий Айхенвальд В берлинском руле Иронизирует, Что, так сказать, Царица словесного Бала Слишком много Говорит о себе И своих вкусах. Недовольная Своими критиками, Она зато очень Удовлетворена собой И к своим стихам Относится на редкость Сочувственность Неподдельной Родительской Теплотой. Это изобилие Домашности Это почти сплошное Продумусуа Мешает сосредоточиться На тех её Общих мыслях О критике, Которые она Выражает В свойственной Ей несколько растрёпанной И неряшливой Форме. Юлий Айфенвальд Литературные заметки В тот же день В фильетоне Под заголовком В халате Вышедшем В русско-эмигрантской Газете Возрождение Яблоновский С пренебрежением Эдакого Барина В трусах Заявляет В литературу Госпожа Цветаева Пожаловалась Таким видом Как будто Она собственную дачу Во второе Парголово Переехала. Закроешь глаза И видишь Стоят Перед крыльцом Возы с мебелью А на вазах Кухарка И горничная С узлами в руках И тот же Тетя Варя В коляске И племянник Ника Который по дороге Лампу разбил А на крыльце Это пресловутое Русское Чутьё Чуйка Ни одного Голоса В защиту Я удовлетворена Извещает Марина Цветаева В общем и целом Псовая охота Господ Эмигрантов Ничем не уступающая Раповской травле Маяковского Которая Тоже Вся После России После Символической Величины Александр Блок Так И не обретшей Значенье Цивилизации Читатели Газет Ползёт Подземный Змей, Ползёт, Везёт Людей, И каждый Со своей Газетой, Со своей Экземой, Жвачный тип, Газетный Костоед, Жеватели Мастик, Читатели Газет, Кто чтец, Старик, Атлет, Нет лица Газетный Лист, Которым Весь Париж С лба До пупа Одет. Брось, Девушка, Родишь Читателя Газет. Кача Живёт Сестрой, Юца Убил Отца, Качаются Щитой, Накачиваются. Что Для таких Господ Закат Или Рассвет, Глотатели Пустот, Читатели Газет. Газет, Читай, Клевет, Газет, Читай, Растрат, Что Не столбец, Навет, Что Не абзац, Отврат. О, с чем На страшный суд Предстанете, На свет Хватателей Минут, Читатели Газет. Пошёл, Пропал, Исчез, Стар Материнский Страх. Мать, Кутенбергов Пре Страшней, Чем Шварцев Прах, Уж лучше На погост, Чем В гнойный Лазарет, Чесателей Корост, Читателей Газет. Кто Наших Сыновей Гноит во цвете лет, Смесители Кровей Писатели Газет. Вот, Други, И куда Сильней, Чем В сих строках, Что, Думаю, Когда С рукописью В руках Стою перед лицом, Пусте и места нет, Так значит, не лицом, а редактора газет Най-не-чистей. 1.15. 1935. Панф. 6 мая 1926 в очередном номере монархического органа печати газете «Возрождение» редактор её «Струве» в заметках писателя о пустоутробии и озорстве сердито разоблачил беспредметность и безнужность усилий критики с обеих сторон. Печальные впечатления оставляют некоторые новейшие литературные явления за рубежом и связанные с ними пререкания. Беру журнал «Благонамеренный» книга «Вторая марта-апрель» и в нём нахожу стихотворение Марины Цветаевой, озаглавленное «Старинное благоговение», её же статью поэта-критики, её же набор цитат из литературных бесед Георгия Адамовича, напечатанной в журнале «Звено». Грешный человек. Георгия Адамовича я не читал, но, познакомившись с ожерельем его суждений и изречений, нанизанных госпожой Цветаевой, я впал в уныние. Но уныние вызывает у меня и то, что пишет сама Марина Цветаева, и то и другое огорчительно не потому, что бездарно, а потому, что совсем безнужно, именно предметно безнужно, при известной личной одарённости самих пишущих. Ни к чему. Безнужно, ибо беспредметно. Безнужно, ибо невнятно. Я пишу это с большим огорчением, но это так и это настоящая болезнь. Болезнь эта началась давно. Едва ли не с Брюсова, который, однако, сам её почти преодолел. Брюсова я довольно хорошо знал. Человек он был весьма неприятный, лично глубоко порочный, но, несомненно, крупный писатель, поборовший своё писательское озорство, но не свою человеческую порочность. Именно порочность, а не греховность. Черту общечеловеческую, ибо присущую всякой твари. Озорство есть именно то слово, которое выражает другую сторону писательской бессущности. А корень этой бессущности в каком-то отсутствии предметной, объективной, религиозной скрепы, при часто очень повышенных личных субъективных религиозных потребностях. Души без скрепы, без дисциплины, без направленности, без сосредоточенности, а потому часто не дошедшие до сути, не обретшие предмет. Дойти до сути, обрести предмет не так-то просто и легко, но без такого обретения духовное и, в частности, словесное творчество сбивается на пустословие и является озорством. Скрепа, средоточие, направление может даваться не только религии, но для многих современных русских душ характерно, что они другие скрепы утеряли, а религиозный предметно ещё не приобрели. Где чутьё, там и скрепы. Господин Струва и господа эмигранты так и пребывали в веке девятнадцатом, после декабристов перед Крымской войной. Со скрепами, без озорства, они всегда были после России. Стихи к блоку Должно быть за той рощей деревня, где я жила, Должно быть, любовь проще и легче, чем я ждала. Эй, идолы, чтоб вы сдохли! Привстал и занёс кнут, и окрику вслед охлес, и вновь бубенцы поют. Над валким и жалким хлебом за жердью встаёт жердь, и проволока под небом поёт и поёт смерть. 13 мая 1916 В том же возрождающем скрепы издании 5 августа 1926 года появилась рецензия Ивана Алексеевича Бунина на журнал «Вёрсты», в котором вышли стихи Марины Цветаевой, Бориса Кастернака, Сергея Есенина, проза Алексея Ремезова, очерки Льва Шестого, Георгия Федотова и князя Трубецкого. «Нелепая, скучная и очень дурного тона книга», – излагал свою точку зрения знаменитый писатель. Критика повторяет почти слово в слово всё то, что пишется о нас в Москве, и поднимал вопрос, кто тут благодетель, тот друг новой России, который так щедро тратится на неё. Право же бдительность, достойная чекиста с погранзастав Советской России. Возрожденщина. Это не просто дурная поэзия, это вовсе не поэзия, недоумевала тогда же большой поэт Зинаида Гиппиус. «Родимое чутьё подсказывало ей и другое. Либо наш русский язык – великий язык, либо наш Пастернак – великий поэт. Вместе никак не выходит». Цитируется по книге Ирмы Кудровой «Вёрсты. Да. Собственно, никак не выходила у Гиппиус где-то с 1905 года. Хи-хи? По краю не срываясь хи-хи-хи? Не платя хи-хи? Стихи? Стихи к Блоку У меня в Москве купола горят, У меня в Москве колокола звонят. И гробницы в ряд у меня стоят, В них царицы спят, и цари. И не знаешь ты, что зарёй в Кремле Легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что зарёй в Кремле Я молюсь тебе, да зари. И проходишь ты над своей Невой, От упору, как над рекой Москвой, Я стою с опущенной головой, И слепаются фонари. Всей бессонницей я тебя люблю, Всей бессонницей я тебе внемлю, От упору, как по всему Кремлю, Просыпаются звонари. Но моя река да с твоей рекой, Но моя рука да с твоей рукой, Не сойдутся радость моя, Доколь не догонит заря зари. Условия после России, После культурного взрыва И погребших его социальных потрясений, Не благоприятствовали Творчеству Марины Цветаевой Ни в Советской России, Ни за рубежом. «Всё меня выталкивает в Россию, В которую я ехать не могу», – Сообщала она в письме Тысковой, 25 февраля 1931-го. «Здесь я не нужна, Там я невозможна». Письма. 7 сентября того же года В письме Андрониковой Гальбе. «Не в Россию же мне ехать, Где меня раз на радостях И два упекут. Я там не уцелею, Ибо негодование – моя страсть, А есть на что». И снова Тысковой, 1 января 1932-го. Ехать в Россию – Там этого же Мура У меня окончательно отобьёт. А во благо ли ему – не знаю. И там мне не только заткнут рот на печатание моих вещей, Там мне их и писать не дадут. Словом, точное чувство. Мне в современности места нет. Дали бы на выбор, Взяла бы самый маленький забытый Старый городок где угодно, Лучше всего нигде, с хорошей школой для Мура И близкой окраиной для себя. Так я могла бы прожить до смерти. Но этого у меня не будет. Поэтому мы Бога у Богиня спариваем и девственницу у Богов. Личная биография Марины Цветаевой – одни только припоны к соборам. Приходилось непременно преодолевать препятствия за препятствием, чтобы найти возможность для творчества, всякий раз выслушивать суд глупца и смех толпы холодной, прежде чем слово обретало голос. Словом, жизнь на новый лад повторяла ее мысль из очерка 1929 года. Есть ли у художника личная биография, кроме той в ремесле? И если есть, важна ли она? Важно ли то, из чего? И из того ли – то? Есть ли Гончарова вне Холстов? Нет. Но была до Холстов. Гончарова до Гончаровой. Все то время, когда Гончарова звучала не иначе, как Петрова, Кузнецова. А если звучала, то отзвуком Натальи Гончаровой, той печальной памяти прабабушки. Гончаровой до соборов? Нет. Все они внутри самого рождения и дорождения. О, вместимость материнского чрева, носящего в себе всего Наполеона, от Аятчего до Святой Елены. Но из Гончарова до Холстов, Гончарова немая, с рукой, но без кисти, стало быть, без руки. Есть препоны к соборам. Это и есть личная биография. Как жизнь не давала Гончаровой стать Гончаровой? Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама – неблагоприятные условия. Всякое творчество – художник здесь за неимением немецкого слова «Кюнстлер» – перебарыванье, перемалыванье, переламыванье жизни самой счастливой. Не сверстников, так предков, не вражды, а жесточающей, так благожелательства размягчающего. Жизнь сырьём на потребу творчества не идёт. И, как не жестоко сказать, самые неблагоприятные условия, быть может, самые благоприятные. Так молитва мореплавателя. Пошли мне бок берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять. Марина Цветаева, Наталья Гончарова Есть минуты, когда не тревожит роковая нас жизнь и гроза. Кто-то на плечи руки положит, кто-то ясно заглянет в глаза. И мгновенно житийское канет, словно в тёмную пропасть без дна, и над пропастью медленно встанет семицветной дугой тишина. И напев заглушённый июны, в затаённой затронет тиши, усыплённые жизнью струны, напряжённой, как арфы, души. Июль 1912 Александр Блок Вот и вся достоверность моих встреч с Брюсовым. И только-то… Да, жизнь меня достоверностями вообще не задаривает. Блока – два раза. Кузьмина – раз, Сологуба – раз. Пастернака много – пять. Столько же Майковского, Ахматовым – никогда. Гумилёвым – никогда. Марина Цветаева – Герой труда Редкие мгновения, короткие встречи, с Блоком – два раза. Пожалуй, не были обязательны, чтобы Марина Ивановна Цветаева вступилась за точность цитирования его стихов. Вещь путём меня сама себя пишет, До других ли и до себя ли? Дядечка или дамочка-графоман пишет для себя – ради себя и во имя своё. Поэт пишет, когда вещь путём его субъективности пишет себя сама. Как отличить? Ведь на выходе и те, и другие, обнародованные, надеются на собеседника. Отличие контрастно проступает со временем. В одном случае, что бы ни говорилось, это лишь средство поговорить о себе – терапия эгоцентризма. В другом – имя поэта – птица в руке, льдинка на языке – уходит на второй план, ибо всё, что сказано, сказано путём него, сказано эпохой, а может быть вечностью. Ибо раз голос тебе, поэт, дан, остальное взято. Марина Цветаева И самому поэту вещь важнее него самого. Что его жизнь в сравнении с судьбой творения, когда невозвратно, неостановимо, невосстановимо хлещет стих? Вот в каком смысле холст – есмь, предыдущая – ход к холсту. Первый холст – конец этой гончаровой и конец личной биографии художника. Обредший глаз – здесь хочется сказать глаз. Из-за него ли говорить фактор? Их роль – безглагольную пору первоисточника – отныне не более как подстрочник, часто только путающий, как примечание державина к собственным стихам. Любопытно, но ненасущно. Обойдусь и без. И стихи лучше знают. И если ценно, то в порядке каждой человеческой жизни может быть и менее, потому что менее показательна. Не художник в жизни живёт весь. На жизнь ставка. На жизнь, как она есть. Здесь – на жизнь, как быть должна. Холст – есть мы. Предыдущая – ход к холсту. Марина Цветаева, Наталья Гончарова Стихи к блоку Как слабый луч сквозь чёрный морок адов, Так голос твой под рог от рвущихся снарядов. И вот в громах, как некий серафим, Оповещает голосом глухим. Откуда-то из древних утр туманных, Как нас любил слепых и безымянных, За синий плащ, за вероломство – грех. И как нежнее всех, ту глубже всех, В ночь канувшую на дела лихие, И как не разлюбил тебя Россия. И вдоль виска потерянным перстом Всё водит, водит, и ещё о том, Какие дни нас ждут, как Бог обманет, Как станешь солнце звать, и как не встанет. Так узникам с собой наедине Или ребёнок, говорит, во сне, Предстала нам всей площади широкой Святое сердце Александра Блока. 9 мая 1920. «Доктора узнают нас в морге По невмеру большим сердцам», – Записывает она в апреле 1926. В 1921 году, вскоре после смерти Блока, В мою последнюю советскую зиму, Я подружилась с последними друзьями Блока – Коганами, им и ею. Коган недавно умер, и если я раньше не сказал Всего того доброго, что о нём знаю и к нему чувствую, То только потому, что не пришлось. Коган ни поэта, ни стихов не понимал, Но любил и чтил, и делал для тех и других, что мог, И тех и других устраивал. И между пониманием, пальцем не шевелящим, И непониманием, руками и ногами помогающим, Да, и ногами, ибо в те годы, чтобы устроить человека, Ходили, каждый поэт, и вся поэзия, конечно, Выберет непонимание. Восхищаться стихами и не помочь поэту, Пить воду и давать источнику засориться грязью, Не вызволить его из земной тины, Смотреть руки с лажа и даже любуюсь его поэтичной Зеленью, слушать Белого и не пойти ему вслед, Не затопить ему печь, не вымести ему сорт, Не отблагодарить его за то, что он есть. Если я не шла вслед, то только потому же, Почему и близко подойти не смело, По устоявшему благоговению моих четырнадцати лет. Помочь ведь тоже, посметь. И ещё потому, что как-то с рождения решила И тем, может быть, в своей жизни и предрешила, Что все места возле несчастного величия, Все бертрановские посты преданности уже заняты, От священной робости помехи. А ещё писатель, большой человек, скандал. Вяло, без малейшей интонации, негодования Надрывается Пётр Семёнович Коган. Ероша и волосы, и усы. Одни у него ввысь, другие вниз. Кто? Что? Да белый. Настоящий скандал. Думали доклад о Блоке, литературные воспоминания, Оценка и вдруг. С голоду, с голоду, с голоду, голодная подагра, Как бывает сытая душевная астма. Вы же сами посылали Блоку мороженую картошку Из Москвы в Петербург. Но я об этом не кричу, не время. Но это ещё не всё. И вдруг с Блока на себя. У меня нет комнаты. Я писатель русской земли, так и сказал. А у меня нет камня, где бы я мог преклонить свою голову. То есть именно камень. Камень есть, но позвольте, не в каменной Галилее, Мы в революционной Москве, где писателю должно быть Оказано содействие. Я написал Петербург. Я провидел крушение царской России. Я видел во сне конец царя. В 1905 ещё году видел. Слева пила, справа топор. Я. Такой сон? Коган с гримасой. Да нет же, это уже не сон. Это у него рядом. Один пилит, другой рубит. Я не могу писать. Это позор. Я должен стоять в очереди за воблой. Я писать хочу, но я и есть хочу. Я не дух. Вам я не дух. Я хочу есть на чистой тарелке. Селёдку на мелкой тарелке. И чтобы не я её мыл. Я заслужил. Я с детства работал. Я вижу здесь же в зале лентяев, дармоедов. Так и сказал. У которых по две, по три комнаты под различными предлогами. Да. По комнате на предлог. Да. И они ничего не пишут, только подписывают. Спекулянтов, паразитов. А я пролетариат. Люмпен пролетариат. Потому что на мне лохмотья. Потому что уморили блока и меня хотят. Я не дамся. Я буду кричать, пока меня услышат. А-а-а-а. Бледный, красный, под градом и такие страшные глаза. Ещё страшнее, чем всегда. Видно, что ничего не видят. А ещё интеллигент. Культурный человек. Серьёзный писатель. Вот так почтил память вставанием. А по-вашему, всё это не правда? Правда, конечно. Должна быть у него комната. Во-первых, потому что у всех должна быть. Во-вторых, потому что он писатель. И нам писатель не враждебный. И вообще мы всячески… Но нельзя же так. Слух криком. При всех. Точно на ишафоте перед казнью. Если блок действительно умер от последствий недоедания, то кто же его ближе знал, чем я? Только потому, что это был настоящий великий человек. Скромный. О себе не только не кричал. Но погнали его разгружать баржу. Пошёл. Себя не назвал. Это действительно величие. Дадите? Дадим, конечно. Свою бы отдал. Чтобы только не произошло то, что произошло. За него неприятно. Подумают. Эгоист. А я ведь знаю, что это не эгоизм. Что он из-за блока себе комнаты требует. Во имя блока. Блоку – комнату. Блока любя. И нас любя. Потому что он нас всё-таки как-то чем-то любит. Как и вы. Чтобы опять чего-нибудь не произошло, за что бы нам пришлось отвечать. Ну, позвольте. Не можем же мы допустить, чтобы писатели на нас кричали. Это уж с добрым вопросительным выражением близоруких глаз. Слишком, Марина Цветаева, пленный дух. Стихи к Блоку. Думали человек и умереть заставили. Умер теперь навек. Плачьте о мёртвом ангеле. Он на закате дня пел красоту вечернюю. Три восковых огня треплются лицемерные. Шли от него лучи, жаркие струны по снегу, три восковых свечи солнцу-то цветоносному. О, поглядите, как в веки валились тёмные. О, поглядите, как крылья его поломаны. Чёрный читает чтец. Крестятся руки праздные. Мёртвый лежит певец. И воскресенье празднует. 9 мая 1916 Рильке «Жизнь и смерть давно беру в кавычки» Кому обязан пониманием поэт? Прежде всего, другому поэту. Хотя, зачастую, этот другой понимать его и не хочет. А критик? Абсолютный читатель, поэт плохой или озлобленный. Чаще такое. Я не люблю критики, не люблю критиков. Они в лучшем случае производят на меня впечатления неудавшихся и посему озлобленных поэтов. И как часто они пишут и мерзительные стихи. Но хвала их мне, ещё неприемлемей их хулы. Почти всегда мимо, не за то. Так, например, сейчас в газетах хваля меня, хвалят не меня, а любовь в столицу. Если бы я знала её адрес, я бы отослала ей все эти вырезки. Это не я. Марина Цветаева Из письма Александру Васильевичу Бахраху Понимать поэта должен другой поэт. Детей страшных лет России, способных понимать, было четверо. Нас – четверо, комаровские наброски. Уже ли эгитане гибкой всему киданта суждены? Осип Мандельштам. Таким я вижу облик ваших взгляд. Борис Пастернак. О, муза плача! Марина Цветаева И отступилась я здесь от всего, от земного всякого блага. Духом, хранителем места сего, стала лесная коряга. Все мы недолго у жизни в гостях. Жить – это только привычка. Чудится мне на воздушных путях Двух голосов перекличка. Двух! А ещё у восточной стены, В зарослях крепкой малины, Тёмная, свежая ветвь бузины. Это письмо от Марины. 19-20 ноября 1961 года. Ленинград. Больница Гамы. Анна Ахматова, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Осип Мандельштам. Четыре поэта с конгениальными возможностями понимания. Наиболее полно эти возможности осуществились на воздушных путях Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. Но была перекличка и между первыми поэтессами Серебряного века. Марина Цветаева написала цикл Ахматовой. Анна Ахматова посвятила ей поздний ответ. Город Александров Домок на закраине, Лицом крыльцом во враг. Домок деревянный, Бапьягинский. Зимой сплошная печь с ухватами, шестками, Летом сплошная дичь, Зелени, Прущей в окнах. Балкон, Так напоминающий плетень, На балконе на розовой скатерке, Громадное блюдо, Клубники И тетрадь с двумя локтями. Клубника, Тетрадь, Локти, Мои. 1916 год, Лето. Пишу стихи к блоку И впервые читаю Ахматову. Перед домом, За лохмами сада, Площадка. На ней солдаты учатся В стрельбе. Вот стихи того лета. Белое солнце И низкие, Низкие тучи, Вдоль огородов, За белой стеною погост, И на песке вереницы Соломенных чучел, Под перекладинами В человеческий рост. И, перевесившись Через заборные колья, Вижу дороги, деревья, Солдаты в разброд. Старая баба, Посыпанной крупной солью, Черной ломотью калитки, Жует и жует. Чем прогневили тебя Эти серые хаты? Господи! И для чего Стольким простреливать грудь? Поезд прошёл и завыл, И завыли солдаты, И запылил, Запылил отступающий путь. Нет, умереть, Никогда не родиться бы лучше, Чем этот жалобный, Жалостный, каторжный вой О чернобровых красавицах. Ох, упоют же нынче солдаты, О, Господи, Боже, ты мой! Александров, 3 июля 1916 года. Так, с тем же чувством, Другая женщина, которая Полтора года спустя, С высоты собственного сердца И детской ледяной горки, Провожала народ на войну. Марина Цветаева. История одного посвящения. Ах, матовый, Ты солнце ввысь и мне застишь, Все звёзды в твоей горсти, Ах, если бы двери настишь, Как ветер к тебе войти, И залепетать, и вспыхнуть, И круто потупить взгляд, И всхлипывая затихнуть, Как в детстве, когда простят. 2 июля 1916 года. Тело писателя. Рукописи. Донесут они ещё и одну перекличку – Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама, Встреча с которым произошла Летом 1915 года в Коктебеле у Волошина, И стихи которого к ней, Закрыв глаза, она вспоминала Весной 1931 в Медоне. От монастырских косогоров Широкий убегает луг, Мне от Владимирских просторов Так не хотелось она юг, Но в этой тёмной, деревянной И юродивой слободе С такой монашкою туманной Остаться – значит быть беде. Казалось бы, извечная привязанность Поэта к родному языку, Узкий круг ценителей И никаких шансов быть услышанным Кем-то ещё. Я одна с моей большой любовью К собственной моей душе. Судьба, однако, подарила Марине Цветаевой Совершенно фантастическое отражение. В апреле 1926 в ответе на анкету, Пересланную в Москву В ряду своих любимых писателей-современников Она назвала имя Райнера Марии Рильке 1875-1926. Уже в мае она получила две его книжки «Дуинские элегии» и «Сонеты корфею» С дарственными надписями. Книжкам прилагалось письмо Рильке С предложением знакомства и объяснением, Кому она обязана сюрпризом. Это был их общий заочный знакомый Борис Леонидович Пастернак, Который окольными путями Получил поэму конца и знал ее наизусть. В тот же день, что и известие о вас, Я здешними окольными путями Получил поэму, написанную Так неподдельно и правдиво, Как здесь в СССР Никто из нас уже не может написать. Это было вторым потрясением дня. Это Марина Цветаева, Прирожденный поэт большого таланта, Родственного по своему складу Дебор Твальмор. Она живет в Париже, в эмиграции. Я хотел бы, о, ради Бога, Простите мою дерзость и видимую назойливость. Я хотел бы и осмелился бы пожелать, Чтобы она тоже пережила нечто подобное Той радости, которая, благодаря вам, Излилась на меня. Я представляю себе, Чем была бы для нее книга с вашей надписью, Может быть, Дуинские элегии, Известные мне лишь по наслышке. Пожалуйста, простите меня, Но в преломленном свете этого глубокого и далеко Идущего совпадения, В радостном ослеплении, Я хотел бы вообразить себе, Что истина заключена именно в таком преломлении, Что моя просьба Выполнима и имеет смысл. Для кого? Зачем? Этого я не смог бы сказать. Может быть, для поэта, Который вечно составляет содержание поэзии, В разные времена именуется по-разному. Ее зовут Марина Ивановна Цветаева, И живет она в Париже. Позвольте мне считать Вашим ответом исполнение Моей просьбы относительно Цветаевой. Это будет знаком для меня, Что я и впредь могу писать вам. Я не смею мечтать о прямом ответе, И без того я отнял у вас столько времени Своим растянутым письмом, Которое заведомо кишит ошибками И несуразицей. Когда я его начинал, Я думал лишь достойно засвидетельствовать Вам своё преклонение. Неожиданное, в которое уже раз Я ощутил, каким откровением Вы для меня стали. Я забыл, что чувства, Которые простираются на годы, Возрасты, разные местности и положения, Не могут поддаться внезапной попытке Охватить их одним письмом. И слава Богу, что забыл. А то я не написал бы этих Беспомощных строк. Лежат же исписанные листы, Которые я никогда не решусь послать вам За их многословие и нескромность. Лежат и две книги стихов, Которые я по первому пробуждению Собрался отправить вам, Чтобы ими, как сургучом, Осязаемо запечатать это письмо. И не посылаю из боязни, Что вам когда-нибудь придёт в голову Читать этот сургуч. Но всё становится лишним. Стоит выговорить то, что важнее всего. Я люблю вас так, Как поэзия может и должна быть любима, Как живая культура славит свои вершины, Радуется им и существует им. Я люблю вас и могу гордиться тем, Что вас не унизит ни моя любовь, Ни любовь моего самого большого, Вероятно, единственного друга Марины, О которой я уже упоминал. Если бы вы захотели меня И счастливить несколькими строчками, Написанными вашей рукой, Я просил бы вас так же воспользоваться Для этого Цветаевским адресом. Нет уверенности, Что почтовое отправление из Швейцарии Дойдёт до нас. Ваш Борис Пастернак. Из письма Бориса Пастернака Райнеру Марию Рильке. Ранний Аполлон Как иногда в сплетенье не одетой, Листвою чаще проникает плеск Весны в разливе утра, Так и это лицо свободно пропускает Плеск стихов, сражающих нас беспощадно. Ведь всё ещё не знает тени взгляд, И для венца ещё виски прохладны, И из его бровей восстанет сад Высокоствольных роз лишь много позже, И пустит в одиночку лепестки, Чтоб прта его коснулись первой дрожи, Пока ещё недвижного, но с гибкой По каплям отпевающей улыбкой Струящегося пения глотки. Райнер Мария Рильке. Перевод Константина Богатырёва. Сент-Жиль-Сюруи. 9 мая 1926 года. Райнер Мария Рильке. Смею ли я так назвать Вас? Ведь Вы, воплощённая поэзия, Должны знать, что уже само Ваше имя – Стихотворение. Райнер Мария – это звучит по-церковному, По-детски, по-рыцарски. Ваше имя не рифмуется с современностью, Оно из прошлого или будущего, издалека. Ваше имя хотело, чтоб Вы его выбрали. Мы сами выбираем наши имена, Случившееся, всегда лишь следствие. Ваше крещение было прологом к Вам всему, И священник, крестивший Вас, воистину не ведал, Что творил. Вы не самый мой любимый поэт, Самый любимый степень. Вы – явление природы, Которое не может быть моим и которое не любишь. Ощущаешь всем существом. Или… Ещё не всё. Вы – воплощённая пятая стихия. Сама поэзия. Или… Ещё не всё. Вы – то, из чего рождается поэзия, И что больше её самой – Вас. Речь идёт не о человеке Рильке. Человек – то, на что мы осуждены, А о духе Рильке, Который ещё больше поэта, И который, собственно, и называется для меня Рильке. Рильке из «Послезавтра». Вы должны взглянуть на себя моими глазами, Охватить себя их охватом, Когда я смотрю на вас, Охватить себя во всю даль и ширь. Что после вас остаётся делать поэту? Можно преодолеть мастера, например, Гёте, Но преодолеть вас означает, Изначало бы преодолеть поэзию. Поэт – тот, кто преодолевает, Должен преодолеть жизнь. Вы – неодолимая задача для будущих поэтов. Поэт, что придёт после вас, Должен быть вами. То есть вы должны ещё раз родиться. Вы возвращаете словам их изначальный смысл, Вещам же их изначальные слова – ценности. Если, например, вы говорите «великолепно», Вы говорите о «великой лепоте», О значении слова при его возникновении. Теперь же великолепный, Всего лишь стёршийся восклицательный знак. По-русски я всё это сказал бы вам яснее, Но не хочу утруждать вас чтением по-русски, Буду лучше утруждать себя писанием по-немецки. Несколько кратких, Самых необходимых биографических сведений. Из русской революции, Нереволюционной России, Революция – это страна со своими собственными И вечными законами. Уехала я через Берлин в Прагу, Взяв ваши книги с собой. В Праге я впервые читала ранние стихотворения. И я полюбила Прагу с первого дня, Потому что вы там учились. В Праге я жила с 1922 по 1925. Три года. А в ноябре 1925 уехала в Париж. Вы ещё были там? На случай, если вы там были. Почему я к вам не пришла? Потому что люблю вас. Больше всего на свете. Совсем просто. И потому что вы меня не знаете. От страждущей гордости, Трепета перед случайностью Или судьбой, как хотите. А может быть от страха, Что придётся встретить ваш холодный взгляд На пороге вашей комнаты? Ведь вы не могли взглянуть на меня иначе. А если бы и могли, Это был бы взгляд, Предназначенный для постороннего. Ведь вы не знали меня. То есть, Всё равно холодно. И ещё. Вы всегда будете воспринимать меня, Как русскую. Я же вас, Как чисто человеческое, Божественное явление. В этом сложность нашей Слишком своеобразной нации. Всё, что в нас наше «я», Европейцы считают русским. То же самое происходит у нас с китайцами, Японцами, неграми, Очень далёкими или очень дикими. Марина Цветаева, Письма Легкомыслие, Милый грех, Милый спутник и враг мой милый, Ты в глаза мои вбрызнул смех, Ты мазурку мне вбрызнул в жилы. Научил не хранить и кольца, С кем бы жизнь меня не венчала, Начинать наугад с конца И кончать ещё до начала. Быть как стебель И быть как сталь В жизни, Где мы так мало можем Шоколадом лечить печаль И смеяться в лицо прохожим. 3 марта 1915 Ирма Викторовна Кудрова, Биограф и исследователь творчества Марины Цветаевой, Отмечает, Первое же письмо Цветаевой к Рильке Поражает своей раскованностью. В нём нет и следа той робости, Которая заставила Пастернакова В его апрельском письме поэту Бесконечно оговариваться, Прося извинений на многословие, Растянутые с возможной ошибки И отнимаемые на чтении письма время. Цветаева умеет быть любезной По всем правилам хорошего тона, В деловых письмах. Но когда её адресат Рильке, Она уверена, Что можно не думать ни о чём внешнем, А оставаться собой, Не опасаясь неверных толкований, Можно сразу, без разбега и оглядки, Говорить о насущном. Ирма Кудрова, Вёрсты, Дали. Поражает и другое. Точность формулировок В письме из Сен-Жиле «Вы – неодолимая задача для будущих поэтов. Поэт, что придёт после вас, Должен быть вами, Т.е. вы должны ещё раз родиться. Поэт, тот, кто преодолевает, Должен преодолеть жизнь». Так устроена культура. Каким бы новатором, Ни был новейший её вдохновитель, Ему, как подмастерью и ученику, Необходимо прежде понять, А значит, стать тем, Кем был его предшественник. А понимание убеждает истории нередко, Что неодолимая задача для современных И будущих поэтов, Тем более для критики. Детство. Неплохо бы работу дать уму, Немного поразмыслив об утратах, О долгих детских днях и о закатах, Раз навсегда ушедших. Почему? Случается, в ненасти, В непогоду нам что-то померещится, Как знак, Но встречи и свидания, И уходы Нас больше не переполняют, Так, как в детстве, Что в плену у пустяков, Не более, чем вещи или звери, Мы им себя дарили в полной мере И наполнялись ими до краёв. И сиротели мы из-под тяжка, Как пастухи под грузом дальних далей, И кем-то призванных издалека Нас нуттонитку новую вплетали Поочерёдно в образы, Пока не выбирали нового мотка. Райнер Мария Рильки Перевод Константину Богатыреву Драгоценное существование слова. Таким пребывает язык в поэзии Райнера Мария Рильки. И у Марины Цветаевой. В мемуарах Анастасии Ивановны Цветаевой Есть рассказ о детских впечатлениях, О перенасыщенности чувством слова На бегу словесного вихря. Это и было вхождением в язык, В дом бытия, Где всё узнавалось, Как будто виденное прежде, Пережитое и осмысленное. Драгоценное существование слова Как источника сверкания Будило в нас такой отзыв, Который уже в шесть-семь лет Был мукой и счастьем владычества. К каким-то годам написание Первой стихофорной строки Или своей первой фразы, прозы, Было желанным освобождением От перенасыщенности чувством слова. Заткнув на бегу словесного вихря Эти камни в это ожерелье, Те в другое, Мы могли отдохнуть В ощущении чего-то сделанного. Детство же, Рок изобилия, Задарив, Не давал опомниться, Мучил от созвучиями, Как музыка, Опьянял И вновь и вновь лил вино, И это среди гувернантов, Репетиторов, Приходящих учительниц, Этого не знавших, Хотевших от нас всегда только одного – Трезвости. Мама, Да и то не так всё же, Как требовал наш Маринин, Особенно свободы и творчества, Ищущий дух. Немецкие слова Die öde, Die wüste, Unheimlich, Sonderbar, Wundervoll, Die höche, Der Glockensklang, Weihnachten, Глушь, пустыня, Таинственно жутко, Чудесно, Высота, Глубина, Звук колокола, Рождество… И сколько ещё их было с французскими Splendeur, Eclat, Tenemre, Neufrages, Majesteux, Jadis, Le rêve, Великолепие, Блеск, Мгла, Кораблекрушение, Торжественно, Когда-то, Сновидение… И всё, чем переполнена первая же книга, Дарили двойной смысл тому, что старшие звали Изучением языка. На этом языке, сколько и впереди ещё было, Родители знали французский, Немецкий, Английский, Итальянский, Мать хотела возле него, Как гитару возле рояля, Ещё и испанский. Мы отплывали от учивших нас, как на корабле, И каждое из этих слов было талисман. Так заколдованным словом Кармель-хан, Которая в гауфовской сказке Откуда я помню только пещеру и край гибели, Спасала звуком своих слов, Кем-то произносимых, Горевшие, как тёмный кармунгуль. А русские слова? Не имели пылало сердце В сказке о Василисе Премудрой, О бесстрашных витязях, О каких-то тридесятых царствах? Они полновластно царили В сердце моё младший, Уснувший в поздний вечерний час Под чтение вслух детям, Старшим, постигшим главное слово Летучий голландец, Главную непостижимость, Любимую, Её унеся или ею уносимая В сон. Может быть, этой Органической усладой языка Объясняется, что я не помню трудностей Изучения языков. Это было просто вхождение в свой дом, Где всё узнавалось. О Марине же и говорить ничего, Её одарённость была целым рангом Выше моей, Она с первых лет жизни, По народной пословице, Хватала с неба звёзды. Анастасия Цветаева Воспоминания Другие с очами И личиком светлым, А я-то ночами беседую с ветром, Не с тем италийским зефиром молодым, С хорошим, с широким, Российским, сквозным, Другие всей плотью по плоти плутают, Из уст пересохших дыханьи глотают, А я- руки настиж, Застыла столбняк, Чтоб выдал мне душу российский сквозняк. Другие- о нежные цепкие путы, Нет, с нами эол обращается круто, Небось не растаешь, Одна, мол, семья, Как будто и вправду не женщина я. 2 августа 1920-го В лаборатории роста поэта Видит письма поэта Ирма Кудрова. Другой необходим ей как повод Для непрестанной духовной работы. В том же первом письме из Сен-Жиля Мюзо читаем. Райнер Мария. Ничто не потеряно. В следующем, в 1927 году, Приедет Борис, И мы навестим вас, Где бы вы ни находились. Бориса я знаю очень мало, Но люблю его, Как любят лишь Никогда не виденных, Давно ушедших, Или тех, кто ещё впереди, Идущих за нами, Никогда не виденных, Или никогда не бывших. Он не так молод, 33 года, по-моему, Но похож на мальчика. Он нисколько не в своего отца, Лучшее, что может сделать сын. Я верю лишь в материнских сыновей. Вы тоже материнский сын, Мужчина по материнской линии, Потому так богат, Двойное наследство. Он первый поэт России. Об этом знанию я, И ещё несколько человек, Остальным придётся ждать его смерти. Я жду ваших книг, Как грозы, Которая, Хочу или нет, Разразится, Совсем как операция сердца. Не метафора. Каждое секворение твоё Врезается в сердце И режет его по-своему, Хочу или нет. Не хотеть ничего. Знаешь ли, Почему я говорю тебе Ты И люблю тебя И И И Потому что Ты – сила Самая редкая. Ты можешь не отвечать мне. Я знаю, что такое время. Я знаю, что такое стихотворение. Знаю также, что такое письмо. Вот. В Кантоне Во В Лазанье Я была десятилетней девочкой 1903. И многое помню из того времени. Помню взрослую негритянку В пансионе, которая должна была учиться французскому. Она ничему не училась и ела фиалки. Это самое яркое воспоминание. Голубые губы И голубые фиалки. Голубое Женевское озеро. Уже потом. Чего я от тебя хочу, Раймер? Ничего. Всего. Чтобы ты позволил мне каждый миг моей жизни поднимать На тебя взгляд, как на гору, которая меня охраняет. Словно каменный ангел-хранитель. Пока я тебя не знала, я могла и так. Теперь, когда я знаю тебя, мне нужно позволение. Ибо душа моя хорошо воспитана. Но писать тебе я буду, хочешь ты этого или нет. О твоей России цикл цари и прочее. О многом. Твои русские буквы – умиление. Я, которая, как индейец или индус, никогда не плачу. Я чуть было не… Я читала твоё письмо на берегу океана. Океан читал со мной. Мы вместе читали. Тебя не смущает, что он читал тоже? Других не будь, я слишком ревниво. К тебе ревностно. Вот мои книги. Можешь не читать. Положи их на свой письменный стол и поверь мне на слово. До меня их не было. На свете, не на столе. Марина Цветаева. Письмо. Рильке не был обескуражен встречным порывом Цветаевского письма и радостно принял и перенял её ты. Чувствуешь ли, поэтесса, как сильно завладела ты мною, ты и твой океан, так прекрасно читавший с тобой вместе? Я пишу, как ты, и, подобно тебе, спускаюсь из фразы на несколько ступенек вниз, в полумрак скобок, где так давят своды и длится благоуханье роз, что цвели когда-то. Марина, я уже так вжился в твоё письмо. И поразительно, что брошенные, как кости, твои слова падают после того, как цифра уже названа, ещё на ступеньку ниже и показывают другое, уточняющее число окончательное и часто большее. Милая, не ты ли, сила природы, то, что стоит за пятой стихией, возбуждая и нагнетая её. И опять я почувствовал, будто сама природа твоим голосом произнесла мне «да», словно некий напоенный согласием сад, посреди которого фонтан и, что ещё, солнечные часы. О, как ты перерастаешь и обиваешь меня высокими флоксами твоих цветущих слов. Но речь, утверждаешь ты, идёт не о человеке Рильке. Я и сам с ним теперь в разладе с его телом, с которым в прежнее время я мог всегда достичь столь глубокой взаимности, что часто не знал, кому даются легче стихи, ему, мне, нам обоим. Подошвы ног, испытывающие блаженство. Сколько раз! Блаженство от ходьбы по земле, поверх сего. Блаженство – узнавать мир впервые. Пред знание. О, знание. Не путём знания. А теперь разлад, двойное облачение, душа одета иначе, тело укутано. Всё иначе. Уже с декабря я здесь, в этом санатории. Но с осторожностью допускаю врача в отношении между собой и собой. Единственное, что не терпят посредника, который утвердил бы разрыв между ними, переводчика, который разложил бы это на два языка. Терпение, долгое, истерзанное, вновь обретаемое. Моё место жительства – Нюзо. В нём я спас себя от сумятицы и хаоса послевоенных лет. В четырёх часах езды отсюда. Моя, позволь повторить тебя слово в слово, моя героическая французская родина. Посмотри на неё. Почти Испания, Прованс, долина Рода. Остер и Мелодье – Холм, образующий одно восхитительное целое с древней башней, которая принадлежит ему ровно столько, сколько тому, кто наделил судьбой эти камни. Из письма Рильки Цветаева. Кто нам сказал, что всё исчезает? Птицы, которую ты ранил, кто знает? Не останется ли её полёт? И, может быть, стебли, объятий переживают нас в свою почву? Длится не жест, но жест облекает вас в лапы? Золотые от груди до колен. И так чиста была битва, что ангел несёт её вслед. Рильки не есть ни заказ, ни показ нашего времени. Он его противовес. Войны, войне, развороченное мясо розни и рильки. За рильки наше время будет в земле отпущено. По обратности, т.е. необходимости, т.е. противоядию нашего времени рильки мог родиться только в нём. В этом его современность. Время его не заказало, а вызвало. Заказ множества Маяковскому – скажи нас. Заказ множества Рильки – скажи нам. Оба заказа выполнили. Учителем жизни Маяковского никто не назовёт. Так же, как рильки глашат Энмаз. Рильки нашему времени так же необходим, как священник на поле битвы, чтобы за тех и за других, за них и за нас, о просвещении ещё живых и о прощении павших молиться. Марина Цветаева по это время. Через некоторое время переписка оборвалась. Райнер Мария Рильки терялся в догадках почему. Он просил писать ему, даже если не сможет ответить сразу. Быть может, поэтому её задели слова об одиночестве как о жестоком, но необходимом условии творчества. Она знала, что это так. При настоящей работе самое важное – вслушиваться в себя. Для этого нужен досуг, тишина, одиночество. И в то же время в его словах о недомогаане ей послышалось намеренное отстранение, просьба о покое. Болезнь Рильки была смертельной. Об этом не подозревали ни он, ни его друзья. Поэт ощущал в себе неподвижность, чему привыкнуть не мог. То, что он болен Лейкемией, выяснилось позднее. Комедиант, ваш нежный рот – сплошное целование. И это всё, и я совсем как нищий. Кто я теперь? Единая? Нет, тыща. Завоеватель? Нет, завоеванье. Любовь ли это или любованье? Пера причуда или первопричина? Томление ли по ангельскому чину? Или чуточку притворства по призванию? Души печаль, а чей очарование? Пера ли розчерк? Ах, не всё равно ли, как назовут сие уста, Да коли ваш нежный рот – сплошное целованье? Декабрь 1918-го До жизни человек всё и всегда. Живя жизнь, он кое-что и теперь. Марина Цвета С такой монашкою туманной остаться – значит быть в беде. Осип Мантельштам Сент-Джиль Сюрви 3 июня 1926-го года Многое, почти всё остается в тетради. Тебе – лишь слова из моего письма к Борису Пастернаку. Когда я неоднократно тебя спрашивал, что мы будем с тобою делать в жизни, ты однажды ответил – мы поедем к Рильке. А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего никого не нужно. От него веет холодом имущего, в имущество которого я уже включена. Мне ему нечего дать. Всё взято. Я ему не нужна, и ты не нужен. Сила всегда влекущая и отвлекает. Нечто в нём, как это зовётся, ты знаешь, не желает отвлекаться. Не имеет права. Эта встреча для меня – удар в сердце. Сердце не только бьётся, но и получает удары, когда устремляется ввысь. Тем более, что он совершенно прав, что я, ты, свои лучшие часы сами такие же. Фраза из твоего письма Если вдруг я перестану сообщать тебе, что со мной происходит, ты всё равно должна писать мне всякий раз, когда прочла и сразу. Эта фраза – просьба о покое. Покой наступил. Теперь ты немного успокоился. Знаешь ли ты, что всё это значит – покой, беспокойство, просьба, исполнение и так далее? Слушай же, мне кажется, что я знаю точно. До жизни человек всё и всегда. Живя жизнь, он кое-что и теперь есть, имеет, безразлично. Моя любовь к тебе раздробилась на дни и письма, часы и строки. Отсюда беспокойство. Потому ты и просила покоя. Письмо сегодня, письмо завтра. Ты живёшь, я хочу тебя видеть. Перевод из «всегда» в «тепень». Отсюда терзание, ещё дней, обесцененность каждого часа. Час – лишь ступень к письму. Быть в другом или иметь другого. Или хотеть иметь, вообще хотеть – едино. Я это заметила и смолкла. Теперь это прошло. С желаниями я справляюсь быстро. Чего я от тебя хотел? Ничего. Скорее уж возле тебя. Быть может, просто к тебе. Без письма уже стало. Без тебя. Дальше – пуще. Без письма – без тебя. С письмом – без тебя. С тобой – без тебя. В тебя. Не быть. Умереть. Такова я. Такова любовь во времени. Неблагодарная. Сама себя уничтожающая. Любви я не люблю и ничту. В великой низости любви. У меня есть такая строчка. La grande bassesse de la nous. Или ещё лучше. La bassesse subrême de la nous. Итак, Рейнери, это прошло. Я не хочу к тебе. Не хочу хотеть. Может быть, когда-нибудь с Борисом, издалека, без единой строки от меня, он всё почуял, слух поэта. Но когда? Как? Не будем спешить. И чтобы ты не счёл меня низко. Не из-за терзания я молчала, а из-за уродливости этого терзания. Теперь прошло. Теперь я пишу тебе, Марина. Марина Цветаева. Письма. Что это? Поиграла и бросила? Дури собственной. Стоп! Не прошло и месяц, и вдруг столь резкое охлаждение к чисто человеческому божественному явлению. Только потому, что сразу не позвал с собой или хотя бы к себе. Ещё вчера ты сила, самая редкая. Писать тебе я буду, хочешь ты этого или нет. Сегодня? Я это заметила и смолкла. Чего я от тебя хотела? Ничего. Знаешь ли ты? Слушай же. Что по тону, едва ли нет. Слушай сюда. Я тебе остолопу всё объясню. Мягко говоря, непоследовательно и некрасиво. В этом сложность нашей слишком своеобразной нации, – писала она в первом письме, – всё, что в нас наши я европейцы считают русским. – Соотечественники слишком русские, – сказал в одном из поздних своих стихотворений Игорь Северянин. – Так не усугубляйте этой национальной дикости, поэты. Научитесь слушать хотя бы самих себя. Поздний ответ. Белорученька моя, Чернокнижница, Марина Цветаева. Невидимка, двойник, пересмешник, Что ты прячешься в чёрных кустах? То забьёшься в дырявый скворечник, То мелькнёшь на погибших крестах, То кричишь из Маринкиной башни. Я сегодня вернулась домой. Полюбуйтесь, родимые башни. Что за это случилось со мной? Поглотила любимых пучина И разграблен родительский дом. Мы сегодня с тобою, Марина, По столице полночной идём, А за нами таких миллионы И безмолвней шествия нет, А вокруг погребальные звоны, Да московские хриплые стоны, В юге наш заметающий след. 16 марта 1940-го. Фонтанный дом. 1961-й. Красная котница. Анна Ахматова. «Человек – то, на что мы обречены», Марина Цветаева. Биограф замечает, когда Цветаева теряет душевный покой, Она одержима неутолимой страстью Говорить всю правду, как она есть, без смягчения, оглядки и необходимости. Её шквальное упорство направлено на развенчание всех условностей и самообмана, на срывание всех покровов. Она готова потерять всё и всех, но досказать то, что видится ей в эти минуты экстатического подъёма. Ирма Кудрова, Вёрсты. Далее. Сент-Джиль Тюруи. 14 июня 1926-го. «Слушай, Райнер, ты должен знать это с самого начала. Я плохая, Борис хороший. И потому что плохая, я молчала. Лишь несколько фраз про твоё российство, моё германство и так далее. И вдруг жалоба. Почему ты меня отстраняешь? Ведь я люблю его не меньше твоего». Что я почувствовал? Раскаяния? Нет. Никогда. Ни в чём. Ничего не почувствовал. Устала действовать. Переписала два твоих первых письма и послала ему. Что я могла ещё? О, я плохая, Райнер. Не хочу сообщника, даже если бы это был сам Бог. Я многие. Понимаешь? Быть может, несчислимо многие. Ненасытное множество. И один ничего не должен знать о другом. Это мешает. Когда я с сыном, тот, та. Нет. То, что пишет тебе и любит тебя, не должно быть рядом. Когда я с тобой, так далее. Обособленность и отстранённость. Я даже в себе, не только вблизи себя, не желаю иметь сообщника. Поэтому в жизни я лживо. То есть замкнутся. И лживо, когда вынуждают говорить. Хотя в другой жизни я слыву правдивой. Такая и есть. Не могу делиться. А пришлось. Это было за два-три дня до твоего письма. Нет, Райнер. Я не лжива. Я слишком правдива. Если бы я умел бросаться простыми, дозволенными словами. Переписка, дружба. Всё было бы хорошо. Но я-то знаю, что ты не переписка и не дружба. В жизни людей я хочу быть тем, что не причиняет боли. Потому и лгу. Всем, кроме себе самой. Всю жизнь в ложном положении. Ибо где я согнут, я солган. Солгана. Райнер. Не лжива. Когда я обнимаю незнакомца, обвив его шею руками, это естественно. Когда я рассказываю об этом, это неестественно для меня самой. А когда я пишу об этом стихи, это опять-таки естественно. Значит, поступок и стихи меня оправдывают. То, что между, обвиняет меня. Ложь то, что между. Не я. Когда я говорю правду, руки вокруг шеи. Это ложь. Когда я об этом молчу, это правда. Внутреннее право на сохранение тайн. Это никого не касается. Даже шеи, вокруг которой обвились мои руки. Моё дело. Не забудь ещё, что я замужем, у меня дети и так далее. Отказаться? Ах, не так уж всё это серьёзно, чтобы того стоило. Отказываюсь я слишком легко. И наоборот, совершая жест, я радуюсь, что ещё могу его совершить. Так редко чего-то хотят мои руки. Глубоко погрузить в себя, и через много дней или лет, однажды, внезапно, возвратить фонтаном, перестрадав, просветлев, вглубь, ставшая ввысью, но не рассказывая. Тому писала, этого целовала. Радуйся же, скоро всему конец, говорит моя душа моим губам. И обнять дерево или человека для меня одно и то же. Быть. Это одна сторона, теперь другая. Борис подарил тебя мне. Едва получив, хочу быть единственным владельцем, довольно бесчестным и довольно мучительным для него. Потому я и послала письма. Марина Цветаева. Письма. Мысль Артюра Рэмбо. Я это другие. Звучит у нее так. Я многие. Понимаешь? Кому же, как не поэту, было это понять? 19 августа Райнер Мария Рильке отправил Марине Ивановне Цветаевой последнее письмо. Да, да, еще раз, да, Марина, всему, что ты хочешь и что ты есть, и вместе они слагаются в большое, да, сказанное о самой жизни. Но в нем заключены также и все десять тысяч непредсказуемых нет. Райнер Рильке. Письма 1926 года. Жив, а не умер, демон во мне, В теле, как в трюме, В себе, как в тюрьме. Мир ото стены, Выход топор, Мир ото сцена, Лепечет актер. И не слукавен, Шут колченоги, В теле, как в славе, В теле, как в тоге, Многие лето, Жив, дорожи, Только поэты В кости, Как во лжи. Нет, не гуляет нам Певчие братья, В теле, как в ватном Отчем халате, Лучшего стоим, Чахнем в тепле, В теле, как в стойле, В себе, Как в котле, Бренных не копим Великолепий, В теле, как в топе, В теле, как в склепе, В теле, как в крайней Ссылке, Зачах, В теле, как в тайне, В висках, Как в тисках Маски железной. 5 января 1925. Здоровье Рильке Стремительно ухудшалось. Нет, Не догадывалась об этом Марина Цветаева, Не могла знать И не знала. Газетчики не сообщали, Переписка оборвалась. 7 ноября Она отправила ему Открытку Из пригорода Парижа Бельвью. Дорогой Райнер, Здесь я живу, Ты меня еще любишь? Марина. Он умер 29 декабря. В канун нового 1927 года О его кончине Ей сказал Слон. В новогоднюю ночь, Оставшись дома одна, Марина Цветаева Написала Райнеру Рильке Письмо, Которое послала На адрес Бориса Леонидовича Пастернака В Москву. Лучшие цветаевские Произведения Всегда вырастали Из самых глубоких ран Сердца, Утверждает Ирма Кудрова. 7 февраля 1927 года Была завершена Обращенная К Рильке Поэма Новогодняя Под заголовком Было поставлено Вместо письма Рассказать, Как про твою Узнала Ни землетрясенья, Ни лавина Человек вошёл, Любой, Любимый, Ты, Прискорбнейшая Из событий В новостях И в днях. Статью дадите? Где? В горах, Окно в еловых ветках, Простыня. Не видите газет ведь? Так статью нет, Но Прошу избавить, Слух трудна, Внутрь Не христопродавец, В санатории В раю наёмный, День? Вчера, Позавчера, Не помню, В Альказаре будете? Не буду, Слух, Семья, Внутрь, Всё, Мануиуда. С наступающим Рождался завтра, Рассказать, Что сделала, Узнав про Тсс, Оговорилась По привычке, Жизнь и смерть Давно беру в кавычки, Как заведомо пустые сплёты, Ничего не сделало, Но что-то сделалось Без тени и без эха ДЕЛАЮЩИЕ. Пастернак И всё равно И всё Едино. Поразительная Невосприимчивость Профессиональной критики При оценке своей работы, Невосприимчивость Сродне обидчивости Ребёнка У иных Злопамятности Злодея Биографии Марины Цветаевой Налицо. Качество Это субъективное, Казалось бы, Свойственное Какому-нибудь Яблановскому Или Ассоргину, Вряд ли Может накрыть Всех Удостоверителей Разом. Однако И Юлий Айхенвальд, И Георгий Адамович, И Зинаида Гиппиус, Ни дня без жертвы Не знающие, В гонении своём На Марину Цветаеву Единодушны. Быть может, Нюхом чуяли, Что её Настоящее, Вечное, Заревое, А их Издельное, Мелкое, Временное. А может, Сказался древний инстинкт По сигналу бросаться Рыкающей сворой, А ту её Взять Привычка Пасконная, Перевая. Кто знает, Заклацанием челюстей Смогли бы услышать они, Если бы поэт в печати А не в одних только письмах Объявил во всеуслышание. Я не знаю, Принято ли отвечать критику иначе, Как колкостями И в печати, Но поэты не только Не подчиняются обрядам, Они творят их. Позвольте же мне Нынче в этом письме Утвердить обряд благодарности Критику поэта. Случай достаточно редкий, Чтобы не слишком рассчитывать На последователей. Ваша критика умна. Простите за откровенность. У вас редчайший подход Между фотографией Всегда лживой И отвлечённостью. Вы берёте то среднее, Что и составляет сущность поэта, Некую преображённую правду дней. Вы вежливы, В нефамильярности, Неустанно на вы, У вас хороший вкус. Не поэтесса, Слово для меня полупочтенное, А поэт. Вы доверчивы, У вас хороший нюх, Так, задумавшись на секунду, Кунштюк или настоящее, Ибо сбиться легко И подделки бывают гениальны. Нет, настоящее. Утверждаю, вы правы, Так, живя стихами, С, до сих пор, как родилась, Только этим летом Узнала от своего издателя Геликона, Что такое хорей И что такое дахтиль. Я знала по названию Блоковской книги, Но стих определяла, Как пушкинский размер И брюсовский размер. Я живу и, следовательно, Пишу по слуху, То есть на веру, И это меня никогда не обманывало. Если бы я раз промахнулась, Я бы вся ничего не стоила. Что ещё? Ах, пожалуй, главное. Спасибо вам сердечное И бесконечное за то, Что не сделали из меня Стиль рюс, Не обманулись видимостью, Что единственные из всех За последнее время Обо мне писавших Удостоили, наконец, Внимания сущность, То, что вне нации, То, что над нацией, То, что ибо Всё пройдёт, прибудет. Марина Цветаева Из письма Бахраху Стихи к блоку Так, господи, И мой обол прими На утвержденье храма, Не свой любовный произвол Пою Своей отчизны рану, Не скарит ни коржавый ларь, Гранит коленами протёртый, Всем отданный герой и царь, Всем праведник, певец и мёртвый. Днепром разламывая лёд, Гробовым, не смущаясь, тёсом, Русь, пасхою к тебе плывёт Разливом тысячеголосым. Так, сердце, плач и славословь, Пусть вопль твой, Тысяча которой, Ревнует смертная любовь, Другая радуется хору. 2.12.1921 Собственно, а кого слушать поэту В его нерукотворной крепости И недоказуемых угодьях духа? Газетчика, плохого поэта, Словесника, чьи слова и поступки не совпадают, Среднего редактора, Критика злого, глухого к слову, Читателя некультурного, Который Натсона в 1925 считает современником, А 60-летнего Бальмонта, Подающим надежды Юнсона. Само собой нет, Не оспаривать, А выбрасывать за дверь При первом суждении. Критик Чернь, Тот же читатель Чернь, Но мало, Не читающий, Пишущий, Марина Цветаевна. Литературное воспитание Тонких критиков и специалистов Руднева, Демидова, Милюкова, Беспощадно режущих прозу Цветаевой И не понимающих ее стихи, Любой контакт с глупцом, А усредненный человек глупеет, С его судом упущенное время, Убитое вдохновение. Хотя приходилось. Кто в эмиграции не пишет критики? А слушай, Стихи с того света им будем читать Только мы, Как авторы вет и заветов, И пира во время чумы. Борис Пастернах. Власти над поэтом Только зов бытия. Поэтому и прислушиваться поэт Может к тому, Кому этот зов не безызвестен, Дальнему собеседнику, Другому поэту. Все остальное, Какой бы традицией Или исторической необходимостью Оправдано ни было, Никогда не было И не будет релевантным. Нельзя, Потому как Бога противно Вводить Ишака в храм. Московский герб Герой пронзает гада, Дракон в крови, Герой в луче, Так надо. Во имя Бога и души живой Сойди с ворот, Господень часовой, Верни нам вольность, Воин, им живот, Страш роковой Москвы, Сойди с ворот И докажи народу и дракону, Что спят мужи, Сражаются иконы. 9 мая 1918-го Эпиграфом к теме о том, Что составляет заботу ее творчество, Марина Цветаева берет свидетельство Жанны Д'Арк. Я слышу голоса, Которые повелевают мне. Кого я слушаюсь? Жанны Д'Арк. Жанны Д'Арк. Д'Изетель Кюмэ Командант. Слушаюсь я чего-то постоянного, Но неравномерно во мне звучащего, То указующего, То приказующего. Когда указующего спорю, Когда приказующего повинуюсь, Приказующая есть первичный, Неизменимый И незаменимый стих, Суть, предстающая стихом. Чаще всего последним двустишием, Которому затем прирастает остальное. Указующая Слуховая дорога к стиху. Слышу напев, слов не слышу, Слов ищу. Левей, правей, выше, ниже, Быстрее, медленнее, затянуть, оборвать, Вот точные указания моего слуха, Или чего-то моему слуху. Все мое писание вслушивание. Отсюда, чтобы писать дальше, Постоянные перечитывания. Не перечтя, по крайней мере, двадцать строк, Не напишу ни одной. Точно мне с самого начала дана вся вещь, Некая мелодическая или ритмическая картина ее. Точная вещь, которая вот сейчас пишется, Никогда не знаю, допишется ли, Уже где-то очень точно и полностью написана. А я только восстанавливаю. Отсюда эта постоянная настороженность, Так ли, не уклонюсь ли, Не дозволю ли себе, Своеволея. Верно услышать, вот моя забота, У меня нет другой. Марина Цветаева, поэт о критике Заповедей не блюла, Не ходила к причастию, Видно, пока надо мной не пропоют литью, Буду грешить, как грешу, Как грешила, Со страстью, Господом данными мне чувствами, Всеми пятью. Други, сообщники, Вы, чьи наущения жгучи, Вы, сопреступники, Вы, нежные учителя, Юноши, девы, деревья, Созвездия, тучи, Богу на страшном суде Вместе ответим. Земля. 26 сентября 1915 С каждым говорю на его языке. Марина Ивановна Цветаева. Трагедии себе не хочет никто, С нею рождаются. Анастасия Ивановна Цветаевна. И дорога на тот свет. Лежу на спине, Лечу ногами вперед, Голова отрывается. Подо мной города, Сначала крупные, подробные, Бег спиралью, Потом горски белых камешков, Горы, заливы, Несусь неудержимо, С чувством страшной тоски И окончательного прощания. Точное чувство, Что лечу вокруг земного шара, И страстно, И безнадежно, За него держусь, Зная, что очередной круг Будет. Вселенная. Та полная пустота, Которую так боялась в жизни, На качелях, в лифте, На море, Внутри себя. Было одно утешение, Что не остановить, Не изменить роковое, И что хуже не будет, Проснулась с лежащей Через грудь рукой От сердца. Марина Цветаева Из записных книжек Весной 1922 года, Когда она была уже за границей, Я в Москве купил Маленькую книжечку Её верст. Меня сразу покорило Лирическое могущество Цветаевской формы, Кровно пережитой, Неслабогрудой, Круто сжатой, Изгущенной, Не запыхивающейся На отдельных строчках, Охватывающей без обрыва Риппа Целые последовательности Строф Развитием своих периодов. Какая-то близость Скрывалась за этими особенностями, Быть может, Общность Испытанных влияний Или одинаковость Побудителей В формировании характера, Сходная роль семьи И музыки, Однородность Отправных точек, Целей И предпочтений. Я написал Цветаевой В Прагу письмо, Полное восторгов И удивления По поводу того, Что я так долго Прозёбывал её И так поздно узнал. Она ответила мне, Между нами Завязалась переписка, Особенно участившаяся В середине двадцатых годов, Когда появилось Её ремесло И в Москве Стали известны В списках Её крупные По размаху И мысли Яркие, Необычные По новизне Паэма конца, Паэма горы И крысолов. Мы подружились. Борис Пастернак, Люди И положения. Быть нежной, Бешеной И шумной Так жаждать жить Очаровательной И умной Прелестной Быть. Нежнее всех, Кто есть и были Не знать вины. О, возмущенье, Что в могиле Мы все равны. Стать тем, Что никому не мило, О, стать как лёд, Не зная ни того, Что было, Ни что придёт. Забыть, Как сердце раскололось И вновь срослось, Забыть свои слова И голос, И блеск волос. Браслет из березы Старинной На стебельке, На этой узкой, Этой длинной Моей руке. Как, зарисовывая тучку Издалека За перламутровую ручку Бралась рука, Как перепрыгивали ноги Через плетень, Забыть, Как рядом по дороге Бежала тень, Забыть, Как пламена в лазури, Как дни текли, Все шалости свои, Все бури И все стихи. Моё Свершившееся чудо Разгонит смех, Я вечно розовая буду Бледнее всех. И не раскроются, Так надо, О, пожалей, Ни для заката, Ни для взгляда, Ни для полей, Мои опущенные веки, Ни для цветка. Моя земля, Прости навеки, На все века, И так же будут Таять луны И таять снег, Когда промчится Этот юный Прелестный век. Феодосия Сочельник 1913 Романтическая В классическом, Стихийная В логическом, Эрос в логосе, Стихия в системе И ласковая. Это Марина Цветаева. Ты все еще Крайне початый, А смерть Это твой псевдоним. Борис Пастернак. Из письма Марины Цветаевой Борису Пастернаку 14 февраля 1925 года Борис 1 февраля воскресенья В полдень Родился мой сын Георгий. Борисом он был Девять месяцев В моем чреве И десять дней на свете. Но желание Сережи Нетребовое Было назвать его Георгием И я уступила. И после этого Облегчение. Знаете, какое чувство Во мне работало? Смута. Некая неловкость. Вас, любовь, Вводить в семью, Приручать дикого зверя, Любовь, Обезвреживать Барса. Барсик. Так было. Было бы. Уменьшительное. Ясно и просто. Назови я его Борис. Я бы навсегда простилась С будущим. Вами, Борис. И сыном от вас. Так, Назвав этого Георгием, Я сохранила права На Бориса. Борис остался во мне. Вы бы ведь не могли Назвать свою дочь Мариной? Чтобы все звали И знали. Сделать общим достоянием, Обезвредить, Узаконить. Борисом он был, Пока никто этого не знал. Сказав, Приревновало ко звуку. Георгий, Моя дань долгу, Доблести и добровольчеству, Моя трагическая добрая воля. Это тоже я, Не отрекаюсь, Но не ваше я. Ваше я, Я В Борисе. Марина Цветаева Прокрасцы А может лучшая победа Над временем и тяготеньем Пройти, чтоб не оставить следа, Пройти, чтоб не оставить тени На стенах? Может быть отказом взять, Вычеркнуться из зеркал, Так лермонтовым по Кавказу Прокрасцем, не встревожив скал? А может лучшая потеха Перстом Себастьяна Баха Органного не тронуть эхо, Распасться, не оставив праха На урну? Может быть обманом взять, Выписаться из широт, Так временем, как океаном, Прокрасцем, не встревожив вод? 14 мая 1923 Из письма Бориса Пастернака Марине Цветаевой 25 марта 1926 года Наконец-то я с тобой! Так как мне все ясно, И я в нее верю, То можно бы молчать, Предоставив все судьбе. Такой головокружительно незаслуженный, Такой преданный. Но именно в этой мысли Столько чувства к тебе, Если не все оно целиком, Что с ней не совладать. Я люблю тебя так сильно, Так вполне, Что становлюсь вещью в этом чувстве, Как упающейся в бурю. И мне надо, Чтобы оно подмывало меня, Клало на бок, Подвешивало за ноги вниз головой. Я им спелен, Я становлюсь ребенком, Первым и единственным мира, Явленного тобой и мной. Мне не нравятся последние три слова. О мире дальше Всего сразу не сказать. Тогда ты зачерпнешь и подставишь. Прямо непостижимо, До чего ты большой поэт. Болезненно близко и преждевременно Подступило к горлу то, Что будет у нас, И кажется скоро, Потому что этим воздухом Я дышу уже и сейчас. Майн гростес лебен, Лебе и шмид дир. Своей высшей жизнью я живу с тобой. Я мог бы залить тебя сейчас смехом И взволнованным любованием, И уже и сейчас, Поводив по своей жизни, Рассказав про ее основания, Крылья, Перестили и прочее, Показать тебе, Где в ней начинаешься ты Очень рано, В шестилетнем возрасте, Где исчезаешь, Возобновляешься, Мариной Цветаевой перст. Напоминаешь собственное основание, Насильно теснишься мною назад, И вдруг, Соответствующими неожиданностями В других частях, Об этом в другом, Следующем письме, Начинаешь наступать, Растешь, растешь, Повторяешь основание И обещаешь завершить с собой все, Объявив, Шестилетнюю странность, С лицом целого, Душой здания. Ты моя безусловность, Ты с головы до ног горячий, Воплощенный замысел, Как и я, Ты невероятная награда Мне за рождение и блуждание, И веру в Бога, И обиды. Сестра моя жизнь Была посвящена женщине. Стихия объективности Неслась к ней, Нездоровой, бессонной, Умопопрочительной любовью. Она вышла за другого. Юно можно бы продолжить, Впоследствии я тоже женился на другой, Но я говорю с тобой. Ты знаешь, что жизнь, Какая бы она ни была, Всегда благороднее И выше таких Либретных формулировок. Стрелочная И железнодорожно-хрушительная Система драм не по мне. Боже мой, О чем я говорю с тобой И к чему? Моя жена порывистый, Нервный, Избалованный человек. Бывает хороша с собой И очень редко в последнее время, Когда у ней Обострилась малокровие. В основе Она хороший характер. Когда-нибудь в иксовом поколении Эта душа, как все, Будет поэтом, Вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы Бить её врасплох за то И пользуясь тем, Что она застегнута не вовремя И без оружия? Поэтому в сценах громко роль Отдана ей. Я уступаю жертву Лицемерию, Как по-либретному чувствует И говорит она. Как удивительно, Что ты Женщина. При твоём таланте Это ведь такая случайность. И вот За возможностью жить При Дебёрт-Вальмор Какие редкие шансы В лотерее. Возможность При тебе. И как раз я рождаюсь. Какое счастье! Если ты ещё не слышишь, Что об этом чуде Я и говорю тебе, То это даже лучше. Я люблю И не смогу не любить тебя долго, Постоянно, Всем небом, Всем нашим вооружением. Я не говорю, Что целую тебя Только от того, Что они падут сами, Лягут помимо моей воли И от того, Что этих поцелуев Я никогда не видал. Я боготворю тебя. Надо успокоиться. Скоро я напишу тебе ещё. Борис Пастернак Письма Древняя щита Течёт по жилам, Древняя мечта Уехать смелой. К Нилу! Не на грудь хотим, А в грудь. К Нилу! Или ещё куда-нибудь дальше, За предельные пределы Станций. Понимаешь, Что из тела Вон хочу! В час тупящихся вешт, Разве выступаем Из одежды За потустороннюю границу Стиксу! 7 октября 1923-го Уже ли меня остановят слухи Об избитости слова, Пущенные теми, Кто бил его? Анастасия Ивановна Цветая В неё надо было вчитаться. Когда я это сделал, Я ахнул! От открывшейся в небесной чистоты И силы Ничего подобного Нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждение. Не возьму греха на душу, Если скажу. За вычетом Анинского и Блока И с некоторыми ограничениями Андрея Белого Ранняя Цветаева была тем самым, Чем хотели быть и не могли Все остальные символисты, Вместе взятые. Там, где их словесность Бессильно барахталась В мире надуманных схем И безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась Над трудностями настоящего творчества, Справляясь с его задачами Играючи, С несравненным техническим блеском. Борис Пастернак Люди и положение Из письма Марины Цветаевой Борису Пастернаку 10 июля 1926 Я бы не могла с тобой жить Не из-за непонимания, А из-за понимания. Страдать от чужой правоты, Которая одновременно и своя, Страдать от правоты Этого унижения я бы не вынесли. По сей день я страдала Только от неправоты, Была одна права. Если и встречались схожие слова, Редко и жесты чаще, То двигатель всегда был иной. Кроме того, Твое не на твоем уровне, Не твое совсем, Меньше твое, чем обратное. Встречаясь с тобой, Я встречаюсь с собой, Всеми остриями повернутой Против меня же. Я бы с тобой не могла жить, Борис, В июле месяце, В Москве, Потому что ты бы на мне срывал, Я много об этом думал, И до тебя всю жизнь. Верность, Как самобарение, Мне не нужна, Я как трамплин, Унизительна. Верность, Как постоянство страсти, Мне непонятно, Чужда. Верность, Как неверность, Все разводит. Одна за всю жизнь мне подошла. Может быть, Ее и не было, Не знаю, Я не наблюдательна. Только подошла неверность, Форма ее. Верность от восхищения. Восхищение заливало в человеке Все остальное. Он с трудом любил даже меня, До того я его от любви отводила. Невосхищенность, А восхищенность. Это мне подошло. Марина Цвета Тоска по родине, Давно разоблаченная морока, Мне совершенно все равно, Где совершенно одинокой быть, По каким камням домой Брести с кошелкой у базарной В дом и не знающий, Что мой, Как госпиталь или казарня. Мне все равно, Каких среди лиц Ощетиниваться пленным, Львом, Из какой людской среды Быть вытесненной Непременно в себя В единоличье чувств, Камчатским медведем Без льдины, Где не ужиться и не чусь, Где унижаться Не едино. Не обольщусь и языком, Родным, Его призывом млечным, Небезразличным, На каком непонимаемой Быть встречным, Читателем, Газетных тон глотателем, Доильцем сплетен, Двадцатого столетия Он, А я До всякого столетия. Остолбеневший, Как бревно, Оставшееся от аллеи, Мне все равно, Мне все равно, И, может быть, Всего ровнее, Роднее бывшее Всего, Все признаки с меня, Все меты, Все даты, Как рукой сняло Душа, Родившаяся Где-то. Так Край меня не уберег, Мой, Что и самый Зоркий сыщик Вдоль всей души, Всей поперек Родимого пятна Мне сыщик. Всяк дом Мне чужд, Всяк храм Мне пуст, И все равно, И все едино, Но если по дороге Куст Встает, Особенно Рябина 3 мая 1934 Из письма Бориса Пастернака Марине Цветаевой 30 июля 1926 года Если я примчусь Отвечать тебе, Все будет продолжаться Деятельно И документально Или ты веришь в перемену? Нет, Главное было сказано Навсегда Исходное положение Нерушило Нас поставило рядом В том, чем мы проживем, В чем умрем И ведь в чем останемся Это фатально Это провода судьбы Это вне воли Теперь о воле В планы моей воли Входит не писать тебе И ухватиться за твою невозможность Писать мне Как за обещание Не писать При этом я не считаюсь Ни с тобой, ни с собой Оба сильные И мне их не жаль Дай Бог и другим так Я не знаю, сколько это будет продолжаться Либо это приведет ко благу Либо этому не бывать И ты мне не задашь вопрос К чьему? Благо может быть лишь благо Абсолютной деятельной правды Не старайся понять Я не могу писать тебе И ты мне Не пиши Когда твой адрес переменится Пришли мне новый Это обязательно Позволь мне не рассказывать себя И не перечислять отдельных шагов Которые я делаю чистосердечно и добровольно До полного свидания Прости мне все промахи И оплошности Допущенные в отношении тебя Твоей клятвы в дружбе И обещание Подчеркнутого карандашом Обещание выехать ко мне Никогда тебе не возвращу назад Расстаюсь на этом Про себя не говорю Ты все знаешь Борис Пастернак Письма Моей волей Поэт называет свою жену и сына Помимо воли Все в нем принадлежит ей Называется и звучит ею Днем позже Из письма 31 июля 1926 года Вчерашняя моя просьба Остается в силе Умоляю тебя Не пиши мне Ты знаешь, какая мука Будет для меня получить От тебя письмо И не ответить Пусть будет последним Мое Благословляю тебя Алю, Мура И Сережу И все, все твое Не удивляйся этой волне На миг удививший и меня И давший смысл этому движению И крепость Кончаю в слезах Обнимаю тебя Борис Пастернак Мурлыча Все дьявольски наоборот Что понял длительно Мурлыча Сибирский кот В том поединке Своеволей Кто, в чьей руке Был только мяч Чье сердце ваше Ли, мое ли Летело вскачь И все-таки Что ж это было Чего-то хочется И жаль Так и не знаю Победила ли Побеждена ли 23 октября 1914 Кто из нас окажется Нашим современником Вещь, устанавливаемая Только будущим И достоверная только в прошлом Современник всегда меньшинство Марина Цветаева По это время Из письма Марины Цветаевой Ломоносовой 13 февраля 1931 С Борисом У нас вот уже 1923 год 1931 8 лет тайный уговор Дожить друг до друга Но катастрофа встречи Все оттягивалась Как гроза Которая где-то за горами Изредка Перекаты грома И опять ничего Живешь Поймите меня правильно Я, зная себя Наверное, от своих К Борису бы не ушла Но если бы ушла То только к нему Вот мое отношение Наша реальная встреча Была бы прежде всего Большим горем Я, моя семья Он, его семья Моя жалость Его совесть Теперь ее вовсе не будет Борис не с Женей Борис не с Женей Которую он встретил до меня Борис без Жени Не со мной С другой Которая не я Не мой Борис Просто лучший русский поэт Сразу отвожу руки Знаю, что будь я в Москве Или будь он за границей Что встретить он хоть раз Никакой Зинаиды Николаевны Бы не было И быть не могло бы По громадному закону родства По всему фронту Сестра моя жизнь Но я здесь А он там И все письма И вместо рук Рукописи Вот оно То царствие небесное В котором я прожила жизнь То письмо вам Как я это сейчас вижу Все о Борисе Событие которого я тогда не знала Но которое было Потерять не имев Живу Последняя ставка на человека Но остается работа Свои дети И пушкинское На свете счастье нет Но есть покой И воля Которую Пушкину потребил Как свобода Я же Воля к чему-нибудь В той же работе Словом Советская герой труда У меня это в крови И отец и мать Были такими же Долг Труд Ответственность Ничего для себя И все это врожденное За три девять земель От всяких революционных догматов Ибо Монархисты оба Отец был вхож к царю Не знаю Напишу ли я Борису Слишком велика Над ним власть Моего слова Голоса Только живите Как мне когда-то сказал Один еврей Марина Цветаева Письмо Идешь на меня похожий Глаза устремляя вниз Я их опускала тоже Прохожий Остановись Прочти слепоты куриной И маков набрав букет Что звали меня Мариной И сколько мне было лет Не думай что здесь могила Что я появлюсь грозя Я слишком сама любила Смеяться когда нельзя И кровь приливала к коже И кудри мои велись Я тоже была Прохожий Прохожий Остановись Сорви себе стебель дикий И ягоду ему Вслед Кладбищенской земляники Крупнее и слаще Нет Но только не стой угрюма Главу опустив на грудь Легко обо мне подумай Легко обо мне забудь Как луч тебя освещает Ты весь в золотой пыли И пусть тебя не смущает Мой голос из-под земли Как теперь Третья мая Тысяча девятьсот тринадцатого Посвящение Марине Цветаевой Из поэмы лейтенант Шмидт Запретили как публикацию Посвященную эмигрантам Террор возобновлялся Без каких-либо нравственных оснований Или оправданий Когда-то подыскиваемых для него Борису Пастернаку это было понятно Поэту приходилось ежеминутно Цензурировать свою речь и поведение Не будучи нехитрым Не жульковатым Выкручивался как мог Все равно обрамлял имя Цветаевой Мокрости Все равно поддерживал с нею связь Пастернак Возьмите меня в поручители перед Западом Пока До появления здесь вашей жизни Знаете, отвечаю всеми своими Недоказуемыми угодьями И не потому, что вам это нужно Из чистой корысти Дорого побывать в такой судьбе Марина Цветаева Цветовой линии В 1935 они встретились На антифашистском конгрессе в Париже Для Марины Цветаевой Это была не встреча Совсем не такого Бориса Она ожидала увидеть Выдерживая правила Дореволюционной орфографии С твердыми знаками в конце слов И ядь Она писала советскому Литературному деятелю Николаю Тихонову 6 июля 1935 года Суббота Милый Тихонов Мне страшно жаль, что не удалось с вами проститься У меня от нашей короткой встречи Осталось чудное чувство Я уже писала Борису Вы мне предстали идущим навстречу Как мост И как мост заставляющим идти в своем направлении Ибо другого нет На то и мост От Бориса У меня смутное чувство Он для меня труден тем Что все, что для меня Право Для него Его Борисин Порог Болезнь Как мне тогда Вас, впрочем, не было Тогда и слез не было бы На слезах Почему ты плачешь? Я не плачу Это глаза плачут Если я сейчас не плачу То потому, что Решил всячески удерживаться От истерии и неврастения Я так удивилась Что тут же перестала плакать Ты полюбишь колхозы В ответ на слезы мне колхозы В ответ на чувства мне челюсты Словом, Борис в мужественной роли Базарова А я от тех старичков кладвищенских А плакала я потому, что Борис Лучший лирический поэт нашего времени На моих глазах предавал лирику Называя всего себя и все в себе болезнью Пусть высокой Но он и этого не сказал Не сказал также, что эта болезнь ему дороже здоровья И вообще дороже, реже и дороже ради Это ведь мое единственное убеждение Убежденность Ну вот Рада буду, если напишете Но если не захочется или не сможется Тоже пойму М. Ц. А орфография В порядке приверженности к своему До семилетию После семи лет ничего не полюбила Большинство эмиграции давно перешло на Е Это ей не помогло Марина Цветаева Письма Веками Веками свергала, взводила Горбачусь из серого камня Сивилла Пустынные очи упорствуют в землю Уже не пророчу Зубов не разъем О дряхлом удаве Призренных сердец Лепечет, лепечет о славе юнец Свинцовые веки смежила Не выдать Свинцовые веки смежённые Вида Всей нищенской жизни Лишь час величавый Из серого камня гляди Твоя слава О дряхлом удаве Призренных сердец Лепечет, лепечет о славе юнец 2 сентября 1921 Бабья истерия эмигрантской критики Дутая капризная обиженность газет и журналов, с которыми Марине Цветаевой в итоге пришлось Сверхбессмысленнейшее слово Расстаться Коварное выжидание злодеев родной земли Когда вынуждена будет вернуться сама Когда, возможно, будет пытать семью И не дать смежить веки Вот она Слава поэта Слава Некое Дионисиево ухо Наставленное на мир Гомерическое Кандиратон Что об этом скажут Оглядка Ослышка маниака Смесьма невеличия и преследования Два примера беспримесного словолюбия Нерон и Герострат Оба маниаки Сопоставление с поэтом Герострат, чтобы прославить свое имя Поэт сжигает храм Поэт, чтобы прославить храм Сжигает себя Высшая слава Эпос То есть высшая сила Безымянная Есть у Гёте изречение Не нужно было бы писать ни единой строки Не рассчитывающей на миллионы читателей Да, но не нужно торопить этих миллионов Приурочивать их именно к этому десятилетию или веку Не нужно было бы Но, очевидно, нужно было Скорее похоже на рецепт для других, чем для себя Блистательный пример того же Фауста Непонятого современниками И разгадываемого вот уже сто лет Ищдер ин гяртаузенден лэбе Я живущий в тысячелетиях Гёте Эккерман Что прекрасного в славе? Слово Марина Цветаева, поэта-критики Кто сказал слово? Неужели Руднев, Яблоновский или Ассоргин? Нет. И даже ни Айхенвальд и ни Милюков Слово сказал поэт И слово было поэта И словом был поэт Единый, издеятельно-мужской душою Посвящение Мельканье рук и ног И вслед ему Ату его сквозь тьму времён Резвей, реви, рога, Ату, а то возьму И брошу гон и ринусь в сон ветвей Нарок крушит сырую красоту Естественных, как листья леса, лет Царит покой, и что ни пень, сатурн Вращающийся возраст, круглый след? Не мог уплыть стихом во тьму времён Такие клады в дуплах и во рту А тут носи из лога в лог Ату, естественный, как листья леса, стон Век, отчего травить охоты нет? Ответ листвою, пнями, сном ветвей И ветром, и травою мне и ей. 1926. Борис Пастернак Критика не должна быть истерической Потому что истерия – это состояние Из-за которого человек, будь он философ или не философ Сжигает себя изнутри Более того, если в истерию впадают социальные слои Целые нации, целые народы Они начинают путь страшного самоуничтожения Петер Слоттердайк Критика цинического разума Из интервью Нели Матрашиловой Телепрограммы «Под знаком ты» 1992 год Цветаева была женщиной с деятельной Мужской душой, решительной, воинствующей, неукротимой В жизни и творчестве Она стремительно, жадно И почти хищно рвалась К окончательности и определенности В преследовании которых Ушла далеко и опередина всех Кроме немногого известного Она написала большое количество Неизвестных у нас вещей Огромные бурные произведения Одни в стиле русских народных сказок Другие на мотивы общеизвестных Исторических преданий и мифов Их опубликование Будет большим торжеством И открытием для родной поэзии И сразу, в один приём Обогатит её этим запоздалым И единовременным даром Я думаю, самый большой пересмотр Самое большое признание Ожидают цветания Борис Пастернак Люди и положение У неё была злая охватка мастера Дурье Дознаться Я пишу, чтобы добраться до сути Выявить суть Объясняла Марина Цветаева Делаю ли я это ради потомков? Нет Скорее, ради прояснения Моего собственного понимания И ещё Для осознания сил моей любви И, если угодно, моего дара Цитируется по книге Ирмы Кудровой Вёрсты Да Поэты Поэт издалека заводит речь Поэта далеко заводит речь Планетами-приметами окольным Причрытвенными между да и нет Он, даже размахнувшись в колокольни, Крюк выморочит Ибо Путь комет Поэтов Путь Развеянные звенья Причинности Вот Связь его Кверх Лбом Отчайтесь Поэтовы затменья Не предугаданы Календарём Он тот, кто смешивает карты, Обманывает вес и счёт, Он тот, кто спрашивает спарты, Кто Канта нагло бьёт, Кто В каменном гробу бастилий, Как дерево в своей красе, Тот, чьи следы всегда простыли, Тот поезд, на который все опаздывают, Ибо Путь комет Поэтов Путь Сжа, а не согревая, Рвя, а не взращивая, Взрыв и взлом Твоя стыдя Гривастая Кривая Не предугадана Календарём Восьмого апреля Тысяча девятьсот двадцать третьего Одним ожесточеньем воли Среди островков и архипелагов эмигрантской поэзии Марина Ивановна Цветаева Континент Масштабы несопоставимы, Речь и мышление тоже. О чём говорит, что думает Цветаева Масштабы континента, если не все о земли, Расстояние огромное. Россия не есть условность территории, Марина Цветаева. И вот с меркой мелкопоместного дворянина Пытается подступиться к ней хозяин газетной полосы Прошлый министр каких-то дел временного правительства Депутат Госдумы последнего созыва И запоздалого на полвека учредительного собрания Яркий аплагет войны до победного конца Профессор двух университетов и прочее, и прочее Словом, мозговик предреволюционной номенклатуры вершителей судеб Свято верящих, что действуют во благо России. Что это? Глупость или измена? Глупость и цинизм обывателя? Истерия и измена слову? Не попутчество, а одинокое сотворчество, Говорит Марина Цветаева. И лучше всего послужит поэт своему времени, Когда даст ему через себя сказать, сказаться. Лучше всего послужит поэт своему времени, Когда о нём вовсе забудет, о нём вовсе забудут. Современно не то, что перекрикивает, А иногда и то, что перемалчивает. По это время. Отцам, поколенью сиренью, И с Пасхой в Кремле, Мой привет поколенью, по колено в земле, Осединами в звёздах, Вам слышней камыша, Чуть зазыблится воздух говорящим «Душа». Только душу испавшим из фамильных богатств, Современникам старшим, Вам безравенств и братств. Руку веры и дружбы, Как кавказец кувшин свиноградный, Врагу же две протягивавшим. Не сиреной, сиренью, Заключённая в гроб, Поколенье с пареньем, С тяготеньем от земли над землёй, Прочь от и червя, и зерна, Поколенье без почвы, Но с такою до дна. Днище узренной бездной, Что из впалых орбит, Ликом девы любезной, как живая гляди. Поколенье, где краше был, Кто жарче страдал, Поколенье, я ваше продолженье зеркал, Ваше сутью и статью, И почтением к уму, И презрением к платью Плоти временному. Вы, ребёнку, поэтам обречённому быть, Кроме звонкой монеты, Всё внушившие чтить. Кроме бога Ваала, Всех богов, всех времён и племён, Поколенью с провалом, Мой бессмертный поклон, Вам в одном небывалом, Умудрившимся быть, Вам, средь шумного бала, Так умевшим любить, До последнего часа обращённым к звезде, Уходящая раса. Спасибо тебе. 16 октября 1935 Искусство, религия, философия – это и есть и главные вещи, Ася, от которых ты видишь тень, И познание себя в их свете – самое сокровенное. Не понимаю, Макс, мне это пустые слова. Это я и сказал тебе, а вот когда ты проснёшься в них, Тогда всё вокруг так наполнится. Современность не есть всё моё время. Современное есть показательное для времени, То, почему его будут судить. Не заказ времени, а показ. Современность сама по себе отбор. Истинно современное есть то, что во времени, Вечного. Посему, кроме показательности для данного времени, Своевременно всегда, Современно всему. Марина Цветаева по это время. Ирма Кудрова пишет Совсем не нужно быть непременно высоколобым интеллектуалом, Чтобы заслужить её внимание и расположение. Она скучает как раз с плоскими умниками, Мозговиками, как назвал их ещё Андрей Белый, Самоуверенной посредственностью, Рассуждающей о судьбах человечества. С такими ей пронзительно одиноко, пустынно, Она с трудом держит приличные выражения лица, А иногда и не выдерживает. У неё возникает ощущение собаки, Брошенной к волкам. То есть скорее я, волка, а не собаки, Но главное дело в розни, Пишет она Буниной. Она признаётся и в настигающем её временами Ужасном одиночестве совместности, Столь обратном благословенному уединению. Ибо совместность ужасна, Когда она дань суетной необходимости, Или этикету, Или ещё чему-нибудь в этом роде. Именно о таком она записывает. Когда я с людьми, я несчастна, Пуста, то есть полна ими, Я выпита, Я не хочу новостей, Я не хочу гостей, Я не хочу вестей, У меня голова болит от получасовой беседы. Я становлюсь жалкой и лицемерной, Говорю как заведённая и слушаю как мертвец, Я зеленею. Чувство, что люди крадут моё время, Высасывают мой мозг, Который я в такие минуты ощущаю, Как шкаф с драгоценностями, Наводняют мою блаженную небесную пустоту, Ибо небо тоже сосуд, То есть безмерное место для, Всеми отбросами дней, дел, дрязг. Ирма Кудрова, Вёрсты, далее. Люблю ли вас, задумалась, Глаза большие сделались, В лесах река, В кудрях рука Упрямая запуталась, Любовь старо, грызу перо, Темно, а свечку лень зажечь, Быть повести, На то ведь и поэтом В мир рождаешься. На час дала, назад взяла, Уже перо летит в потёмках. Так, справимся, Знак равенства Между любовь и Бог с тобой. Что страсть старо, Вот страсть перо. Вдруг розовая роща в дому, Есть запахи, как заповедь, Лоб уронила на руки. Вербное воскресенье, 22 марта 1920. Конечно, кроме крикунов, Была критика не перекрикивающая, Внимательная, вдумчивая. Это были голоса Дмитрия Петровича Святополка Мирского, Владислава Филициановича Ходосевича, Александра Васильевича Вахраха, Марка Львовича Слонима. Художник тем отличается от философа, Растолковывал Ходосевич, Что его дело – проникновенное видение И переживание мира, Но не прямое суждение о нём. То, что поэт увидел и как увидел, Может быть предметом критического И философского осмысления. Философия поэта не излагается в его творчестве, Но оттуда извлекается. Поэтому для философа есть смысл Искать у поэтов свидетельств и наблюдений. Поэт же, Перелагающий стихами философов, Поэтически безнадёжен. Он насилует природу поэзии. Полагаю, что кое-что любопытное Можно извлечь из поэзии Цветаевой, Потому что она созерцатель жадный, Часто зоркий и всегда страстный. Она сама меньше всего философствует, Больше всего записывает. Её поэзия насквозь эмоциональна, Глубоко лирична даже в её эпических опытах. Мне уже доводилось указывать, например, Что её сказка «Молодец» Есть ряд песен, лирических моментов, Последовательностью которых определяется Ход событий. Эмоциональный напор у Цветаевой так силён и обилен, Что автор словно едва поспевает За течением этого лирического потока. Цветаева словно так дорожит каждым впечатлением, Каждым душевным движением, Что главной её заботой становится Закрепить наибольшее число их В наиболее строгой последовательности, Не расценивая, не отделяя Важного от второстепенного, Ища не художественной, Но скорее психологической достоверности. Её поэзия стремится стать дневником, Когда психологически родственная ей поэзия Растопчиной. Ходосевич. Рецензия Марина Цветаева «После России» Из письма Марины Цветаевой и Тесковой 24 ноября 1933 года Стихов я почти не пишу, и вот почему. Я не могу ограничиться одним стихом. Они у меня семьями, циклами, Вроде воронки и даже водоворотов, В которые я попадаю, следовательно, И вопрос времени. Я не могу одновременно писать Очередную прозу и стихи, И не могла бы, даже если была бы Свободным человеком. Я концентрик. А стихов моих, забывая, что я поэт, Нигде не берут. Никто не берёт ни строчки. Нигде и никто называются Последние новости и Современные записки. Больше мест нет. Предлог непонимания меня, Поэта, читателя, На самом же деле редактором, А именно в последних новостях Милюковым, В современных записках Рудневым, По профессии врачом, По призванию политиком, По недоразумению редактором Нотабена литературного отдела. Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно. Иммиграция делает меня прозаиком. Конечно, и проза моя, И лучшие в мире после стихов Это лирическая проза, Но всё-таки после стихов. Марина Цветаева. Письма. Подруга Сини подмосковные холмы, В воздухе чуть тёплом Пыль и дёготь. Сплю весь день, Весь день смеюсь, Должно быть, Выздоравливаю от зимы. Я иду домой, возможно, тише, Ненаписанных стихов не жаль, Стук колёс и жареный миндаль Мне дороже всех четверостишей. Голова до прелести пуста, Оттого, что сердце слишком полно, Дни мои, как маленькие волны, На которые гляжу с моста, Чьи-то взгляды слишком уж нежны. В нежном воздухе, едва нагретом, Я уже заболеваю летом, Еле выздоровью от зимы. 13 марта 1915 Если уж я, преподающий в двух университетах, Новой Цветаевской поэзии не понимаю, То, может быть, это плохая поэзия? Или не поэзия вовсе? Милюков Глупость и цинизм обывателя, Истерия и измена слову, Обыкновенная до банальности глухота, Непонимание родного слова и страны, С которой родом оно. По недоразумению ли Милюков, Историк и редактор газеты Оруднев, Возглавляет литературный отдел Мигрантского журнала. Скорее неизбежность, чем недоразумение. У Слоттердайка замечательный Есть набор документов, Размышления и рассуждения. Из них становится ясно, Что среди целого ряда факторов, Способствующих становлению фашизма, Был истерический цинизм. Знаете, это звучит так, Что если убрать слова Германии И 1933 год, это звучит так, Как будто это списано с натуры нашей Сегодняшней жизни. Потому что люди, которые впадают в истерику, Уж простите меня, развелось так много Истерических мужчин, Которые думают, что дело критики Это дело истошного визга. Из интервью Нейли Матрашиловой Телепрограмме «Под знаком Пи» В 1992 год. Что есть лицо эмигранта? Лицо эмигранта есть посмертная маска, Снятая еще при жизни. Дон Аминада. Стол. Квиты. Вами я объедена, Мною живописаны, Вас положат на обеденный, А меня на письменный. От того, что йотой счастливо Яств иных не ведала, От того, что слишком часто вы, Долго вы обедали, Всяк на выбранном заранее, Много до рождения, Мести своего деяния, Вы с отрыжками, Я с книжками, С трюфелем, Я с грифелем, Вы с оливками, Я с рифмами, Спикули, Я с дактилем. В головах Свечами смертными Спаржа толстоногая, Полосатая, Отнесертная Скатерть вам Дорогою. Табачку пыхнём Голландского Слева вам И справа вам, Полотняная Голландская Скатерть вам До савана. А чтоб скатертью Не тратиться В яму Место низкое, Вытряхнут Вас всех со скатерти, С крошками, С огрызками, Коплуном-то вместо голубя Порох, Душа при вскрытии, А меня положат Голубью Два крыла Прикрытиями. Конец июля 1933 Вытряхнут Вас всех С огрызками, А меня положат Голубью Два крыла Прикрытия. Вот те синтетические Образы, Символы Общечеловечества, За которые некогда Ратовал Валерий Брюсов, А не просто беглые Портреты родных И знакомых И воспоминания о своей квартире. Квиты Вами я объедена Мною живописанной. Истерия 1930-х захлёстывала Германию И Россию. Глава Союза Русских писателей И журналистов В Париже Милюков, Все политические проекты Которого к тому времени Потерпели крах, Дорабатывал Новую тактику, Направленную На внутреннее преодоление Большевизма. Продолжение Вооруженной борьбы Внутри России И иностранная Интервенция Более не были актуальны. Теперь он уже не кадет, Но один из лидеров Парижской Демократической Группы Партии Народной Свободы. И выступает не только За уничтожение Помещичьего Землевладения, Но и за развитие Местного Самоуправления. В какой России? Истерия Истерия на свой лад Захлёстывала И русскую Эмиграцию. В апреле 1934-го Было написано Соглашение О создании Всероссийской Фашистской Организации Со штабом В Харбине. В речах И статьях Иных русских Изданий Слова «Русь», «Россия», «Русский миссионизм» Повторялись Чуть ли не в каждом Абзаце. В обладке Сильно подслащённый Патриотизмом, Неискушённый читатель Или слушатель Готов был глотать Не замечая Ту же Отраву Расизма. На этот раз Русского. Ирма Кудрова. Это с одной стороны. С другой Как было не угодить В капкан Союза Возвращения На Родину. В 1925 году Истёк Трёхлетний Срок изгнания Из СССР Известных писателей, Философов И учёных И советская страна Готова была распахнуть Объятия Для некоторых из них Хотя бы ради того, Чтобы посеять Смуту среди эмигрантов. Призывая Засыпать ров Между эмиграцией И Россией, Союз проповедовал, Что долг Русского интеллигента Разделиться Своим народом Все испытания. Страна С фонарём Обшарьте Весь подлунный свет Той страны На карте Нет, В пространстве Нет. Выпито, Как с блюдца, Донышко блестит, Можно ли вернуться В дом, Который срыт? Заново Родися В новую страну, Ну-ка, Воротися На спину Коню Сбросившему. Кости Целы-то, Хотя Эдакому гостю Булочник Ломтя Ломаного Плотник Гроба Не продаст. Той Её Несчётных Вёрст Небесных Царств, Той, Где на монетах Молодость Моя, Той России Нету, Как и той Меня. Конец Июня 1931 Под прикрытием Союза Возвращения на Родину, а с 1937-го ещё и Советского Павильона Всемирной Выставки в Париже, работали агенты иностранного отдела НКВД. Мужу Марины Цветаевой, Сергею Эфрону, видному деятелю Евразийского движения, предложили помощь в субсидировании своего издания и без какого-либо вмешательства в дела редакции. Постепенность, неторопливость, сплетение паутины, продуманный отбор случайно подворачивающихся собеседников, кто сочинял все эти спектакли-ловушки, кто обучал лицедеев, кто разрабатывал режиссуру. Исторически несправедливо, что до сих пор нам неизвестны имена московских виртуозов, сумевших одурманить не только доверчивого Сергея Яковлевича, но и таких маститых волков политики, как Шульгин и Савенко, Ирма Кудрова, Вёрсты, Дали. С начала тридцатых он провожал уезжавших в Россию, в крае, всем краям наоборот, друзей мигрантов. В июне тридцать первого подал прошение о советском паспорте. Ради искупления белогвардейского прошлого, Сергей Яковлевич Эфрон пошёл на сотрудничество с вежливыми человечками из НКВД, занятыми, среди прочего, физической ликвидацией вышедшей из доверия агентуры. Времени у нас часок, понимала она ещё в 1920-м. Дальше вечность друг без друга. Сергею Эфрону Писала я на аспидной доске и на листочках вееров поблёклых, и на речном, и на морском песке, коньками пользу, и кольцом на стёклах, и на стволах, которым сотни зим, и, наконец, чтоб было всем известно, что ты любим, 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 расписывалась радугой небесной, как я хотела, чтобы каждый цвёл в веках со мной под пальцами моими, и, как потом, склонивши лоб на стол, крест-накрест перечёркивала имя. Но ты в руке продажного песца зажатая, ты, что мне сердце жалишь, непроданное мной внутри кольца, ты уцелеешь на скрижалях. 18 мая 1920-го Современность в искусстве есть воздействие лучших на лучших, т.е. обратная злободневности, воздействию худших на худших. Завтрашняя газета уже устарела, из чего явствует, что большинство обвиняемых в современности этого обвинения и не заслуживают, ибо грешат только временностью, понятию такому же обратному современности, как и вне временности. Современность – все временности. Поэты временно. Из интервью Марины Цветаевой последним новостям 24 октября 1935-го года. Дней 12 тому назад мой муж, экстренно собравшись, покинул нашу квартиру в Англии, сказав мне, что уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я не имею. Его советские симпатии известны мне, конечно, так же хорошо, как и всем, кто с мужем встречался. Его близкое участие во всем, что касалось испанских дел, как известно, союз возвращения на родину отправил в Испанию немалое количество русских добровольцев, мне так же было известно. Занимался ли он еще какой-либо деятельностью и какой именно – не знаю. 22 октября около 7 часов утра ко мне явились 4 инспектора полиции и произвели обыск, захватив в комнате мужа его бумаги и личную переписку. Затем я была приглашена в Сорте-насиональ, где в течение многих часов меня допрашивали. Ничего нового о муже я сообщить не могла. Когда я гляжу на летящие листья, слетающие на булыжный торец, сметаемые, как художника, кистью картину кончающего на конец, я думаю, уже никому не по нраву, не стану, и не весь мой задумчивый вид, что я в сценожелтый, решительно ржавый, один такой лист на вершине забыт. 20-е числа октября 1936-го. Собственно говоря, мужчины должны быть мужчинами. Они должны думать не о том, чтобы громче закричать, как нам плохо. Обстоятельная критика, разбор того, что в современном мире происходит неблагополучно, это надо делать, но делать наиболее точно, наиболее обдуманно. Перестать отчаянно суетиться, ведь мы же так суетимся, что уже не видим, уже иногда не замечаем своих друзей. Заглянуть в самих себя, посмотреть, что же в сущности с нами происходит. Не в этом ли сейчас спасение? Не в этом ли спасение для нас и для наших детей и внуков? Ведь это очень опасная болезнь, это непрекаянность, это постоянный страх. Нелли Матрашилова из интервью 1992-го года. Глядя со стороны, можно было с досадой воскликнуть. Хотят любить Цветаеву, и за нее любят Сергея, а он был убийца. На что возражали. Вы не уважаете Марину Ивановну? Нет, Марину я уважаю. Моя мать была участницей покушения на Столыпина, и я свято чту ее память. А моя мать была членом народной воли, и я тоже свято чту ее память. Но ни ваша мама, ни моя не были агентами сталинской разведки. Марина про Сергея была отлично осведомлена, но у нее роман за романом. А Сергей – это прошлое, давнее. Что он и какой он, ей было уже все равно. Записки об Анне Ахматовой 16 ноября 1964 г. Сергею Эфрону Я с вызовом ношу его кольцо. Да, в вечности жена не на бумаге, его чрезмерно узкое лицо подобно шпаге. Безмолвен рот его углами вниз, мучительно великолепны брови, в его лице трагически слились две древних крови. Он тонок первой тонкостью ветвей, его глаза прекрасно бесполезны, под крыльями распатхнутых бровей две бездны. В его лице я рыцарству верна, всем вам, кто жил и умирал без страху, такие в роковые времена слагают станцы и идут на плаху. . Ах, несмотря на гаданье друзей, будущее непроглядно. Прежде мужа в Советский Союз вернулась дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон. Сыну Георгию Муру одноклассники в лицо выкрикивали оскорбления, ведь, судя по Милюковским последним новостям, они с матерью стали агентами Ежова за границей. Нужно было уезжать либо далеко на запад, либо обратно на восток. На восток – к мужу и дочери. На запад – к кому? Только маленький часок я у вечности украла. Через неделю после обыска и допроса Цветаевой в Заокеанском Ричмонде, штат Вирджиния, умер внук декабриста, бывший директор императорских театров, давний её друг – князь Волконский. На панихиде в католической церкви Святой Троицы в Париже собралось эмигрантское общество. Марину Цветаеву я видела в последний раз на похоронах, или это была панихида, князя Волконского, 31 октября 1937 года. После службы в церкви на улице Франсуа Жерар, Волконский был католик восточного обряда, я вышла на улицу. Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными слёз глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди. Это было вскоре после убийства Игнатия Рейса, в котором был замешан её муж, Сергей Эфрон. Она стояла, как зачумлённая, никто к ней не подошёл, и я, как все, прошла мимо неё. Нина Берберова, курсив мой. Генералам двенадцатого года Вы, чьи широкие шинели, Напоминали паруса, Чьи шпоры весело звенели, И голоса, И чьи глаза, как бриллианты, На сердце вырезали след, Очаровательные франты минувших лет. Одним ожесточением воли Вы брали сердце и скалу, Цари на каждом бранном поле И на балу. Вас охраняла длань Господня И сердце матери, Вчера малютки-мальчики, Сегодня офицера. Вам все вершины были малы И мягок самый чёрствый хлеб, О, молодые генералы Своих судеб! Ах, на гравюре полустёртой В один великолепный миг Я встретила тучков четвёртый Ваш нежный лик, И вашу хрупкую фигуру, И золотые ордена, И я, поцеловав гравюру, Не знала сна. О, как мне кажется, могли вы Рукою полную перстней И кудры дев ласкать, И гривы своих коней! В одной невероятной скачке Вы прожили свой краткий век, И ваши кудри, ваши бачки Засыпал снег. Три сотни побеждало трое, Лишь мёртвый не вставал с земли, Вы были дети и герои, Вы всё могли. Что так же трогательно юно, Как ваша бешеная рать, Вас златокудрая фортуна Вела, как мать, Вы побеждали и любили, Любовь и сабли острие, И весело переходили в небытие. 26 декабря 1913. Феодосия Поэтика прошлого века Не допускала одержимости словом, Напротив, требовала власти над ним. Поэтика современная, Доходящая порой до признания Крайнего словесного автонимизма И, во всяком случае, значительно ослабившая узлы, Сдерживавшие словесную стихию, Дает Цветаевой возможности, Не существовавшие для Ростовчиной. Причитание, бормотание, лепетание, Полузаумная, полубредовая запись Лирического мгновения, Закрепленная на бумаге, Приобретает сомнительные, Но явочным порядком осуществимые права. Принимая их из рук Пастернака, Получившего их от футуристов, Цветаева в нынешней стадии своего творчества Ими пользуется. И делает это целесообразнее своего учителя, Потому что применяет именно для дневника, Для закрепления самых текучих душевных движений. И не только целесообразней, умней, Но, главное, талантливей, Потому что запас словесного материала У неё количественно и качественно богаче. Она гораздо одарённее Пастернака, Непринуждённее его, вдохновеньней. Наконец, и по смыслу Её промытание глумше, значительнее. Читая Цветаеву, слишком часто досадуешь. Зачем это сказано так темно? Зачем то не развито? Другое не оформлено до конца? Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься. Слава Богу, что всё это так темно. Если словесный туман Пастернака развеет, Станет видно, что за туманом ничего или никого нет. За темнотою Цветаевой есть. Есть богатство эмоциональное и словесное, Расточаемое, быть может, беспутно, но несомненное. И вот, говоря её же словами, Присягаю – люблю богатых. Сквозь все несогласия с её поэтикой И сквозь все досады – люблю Цветаеву. Владислав Ходосевич. Рецензия. Марина Цветаева «После России» Если душа родилась крылатой, Что ей хоромы и что ей хаты, Что чингисхангей и что орда, Два на миру у меня врага, Два блеснеца неразрывно слитых, Голод голодных и сытость сытых. 18 августа 1918 «Il faut être absolument modern» Надо быть до конца современным. Артюр Рымбо Быть современником – творить своё время, А не отражать его. Да, отражать его, но не как зеркало, А как щит. Быть современником – творить своё время, То есть с девятью десятыми в нём сражаться, Как сражаешься с девятью десятыми Первого черновика. Со щей снимают накип, А с кипящего котла времени нет. Марина Цветаева «Поэт и время» Да, Россия не есть условность территории. Я никогда не буду утверждать, Что у здешней берёзы дух не тот. Они не Русь любят, А помещащего гуся и девок. Прошение о въездной визе в СССР К очаровательным людям, Визе вне жизни, Добровольный приговор свободе и самой себе, Марина Цветаева подала В начале зимы 1937-го. Ты чьи сны ещё непробудны, Чьи движения ещё тихи, В переулок сходи трёхпрудный, Если любишь мои стихи. О, как солнечно и как звёздно Начат жизненный первый том! Умоляю, пока не поздно, Приходи посмотреть наш дом. Будет скоро тот мир погублен, Погляди на него тайком, Пока тополь ещё не срублен И не продан ещё наш дом. Этот тополь, Под ним ютятся наши детские вечера, Этот тополь среди акаций Цвета пепла и серебра. Этот мир невозвратно чудный, Ты застанешь ещё, Спеши, В переулок сходи трёхпрудный, В эту душу моей души. 1913-й Застынет всё, что пело и боролось. Человек эпохи постмодерна Обнаруживает, что мир – это порядок на фоне беспорядка, Хаоса. И вот, навьючив на верблюжий гор Изучение неравновесных процессов, Он открывает способность тех или иных систем От термодинамических до социальных К самоорганизации на фоне, казалось бы, Полного хаоса и разлада. Это не значит, что мы сегодня, Вот уже в этом хаосе, Мы в обвале. Нет. Человек имеет достаточно В своём распоряжении средств. Средств и своего ума, И своей совести, И даже своего характера, Воли, Для того, чтобы противостоять хаосу. Для того, чтобы как-то организовывать его. Очень плохо тогда, Когда мы этот хаос носим в себе. Катастрофа должна не разрушать нас Перед её лицом. Она должна сделать из нас людей стойких. Из интервью Нелли Матрашиловой Телепрограммы «Под знаком Пи» 1992 г. Лучина Да эйфелевой рукою подать, Подавай и лезь, Но каждый из нас такое Зрел, зрит, говорю и днесь, Что скучным и некрасивым Нам кажется ваш Париж. Россия моя, Россия, Зачем так ярко горишь? Июнь 1931-го. Из записных книжек и тетради Марины Цветаем. Возобновляю эту тетрадь 5 сентября 1940 г. в Москве. 18 июня приезд в Россию. 19 в Болшево. Свидание с больным Серёжей. Неуют. За керосином. Серёжа покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. Мутарство по телефонам. Энигматическая аля. Её нахладное веселье. Живу без бумаг. Никому не показываюсь. Каково это поэту без архива и, главное, без черновых тетрадей. Можно судить по тем самым записным книжкам, что вместе с тёплой одеждой задержали на советской таможне. Запись от 16 февраля 1936 года. Если бы мне на выбор никогда не увидать России или никогда не увидать своих черновых тетрадей хотя бы этой, с вариантами царской семьи, не задумываясь, сразу и ясно, что Россия без меня обойдётся, тетради нет. Я без России обойдусь, без тетради нет. Потому что вовсе не жить и писать, а жить-писать и писать-жить. То есть всё осуществляется и даже живётся, понимается, только в тетради. А в жизни что? В жизни хозяйство. Уборка, стирка, топка, забота. В жизни функция и отсутствие, которое другие наивно принимают за максимальное присутствие, до которого моему так же далеко, как моей разговорной, говорят блестящей речи, да моей писаной, если бы я в жизни присутствовала. Нет такой жизни, которая бы вынесла моё присутствие. Марина Цветаева из записных книжек. Молитва морю Солнце и звёзды в твоей глубине, Солнце и звёзды вверху, на просторе, Вечное море, дай мне и солнцу и звёздам отдаться вдвойне. Сумрак ночей и улыбку зари, Дай отразить в успокоенном взоре Вечное море, детское горе, Моё усыпи, залечи, раствори, Влей в это сердце живую струю, Дай отдохнуть от терпения. Вспори, Вечное море, В мощные воды твои Свой беспомощный дух предаю. Ася, если нас опрокинет, не бойтесь. Я пловец, по пятнадцать верст плавал. Проплыть несколько верст мне легко. Только не хватайтесь за шею. Анастасия Цветаева и её сын Андрей Трухачёв Были арестованы за полтора месяца до приезда Сергея Яковлевича Ефрона 2 сентября 1937 года в Таруси. Чекисты изъяли и уничтожили все её сказки и новеллы. Во время следствия сутками не давали спать. Писательницы предъявили обвинение В причастности к ордену Розенкрейцеров. Но не тому средневековому, А учреждённому врагами народа На благословенной советской земле. 10 января 1938 года Тройка НКВД Анастасия Ивановна Цветаева Была приговорена к десяти годам лагерей По обвинению в контрреволюционной пропаганде И агитации и участии в контрреволюционной организации. Она была выслана в Бамлак На Дальний Восток. Трухачёв за контрреволюционную пропаганду Отбывал свой срок сначала в Карелии, Затем в Каргополь-лаге. У деревьев жесты трагедий. Возвращаясь в СССР, Марина Ивановна Цветаева Ничего об этом не знала. Крепкие объятия Родины слонов и джигитов Снова встречали её. Абертон, унтертон всего – жуть! Уж сколько их упало в эту бездну, Разверстую вдали, Настанет день, когда и я исчезну С поверхности земли. Застынет всё, что пело и боролось, Сияло и рвалось, И зелень глаз моих, И нежный голос, И золото волос, И будет жизнь с её насущным хлебом, С забывчивостью дня, И будет всё, как будто бы под небом И не было меня. Изменчивый, как дети, в каждой мине, И так недолго злой, Любивший час, когда дрова в камине Становятся золой, Виолончели, квалькады, в чаще И колокол в селе, Меня, такой живой и настоящей На ласковой земле. И к вам всем, что мне, Ни в чём не знавшей меры, Чужие и свои, Я обращаюсь с требованием веры И с просьбой о любви. И день и ночи, письменно и устно, За правду да и нет, За то, что мне так часто Слишком грустно И только двадцать лет, За то, что мне прямая неизбежность, Прощение обид, За всю мою безудержную нежность И слишком гордый вид, За быстроту стремительных событий, За правду, за игру. Послушайте, Ещё меня любите За то, что я умру. 8 декабря 1913 Ничего объяснять нельзя. У каждого человека своё безумие, Горькое от его одиночества. Анастасия Ивановна Цветает. Жить в другом – уничтожаться. Мне не жаль, Я только этого и жажду. Но поймите, Что другой влечётся к моему богатству, А я влекусь через него стать нищий. Он хочет во мне быть, Я хочу в нём пропасть. Вообще я слишком страдаю. Марина Ивановна Цветаевна. Из письма Марины Ивановны Цветаевой Лаврентию Павловичу Берии 23 декабря 1939 года Товарищ Берия, Обращаюсь к вам по делу моего мужа Сергея Яковлевича Эфрона Андреева и моей дочери Ариадны Сергеевны Эфрон, арестованных дочь 27 августа, муж 10 октября сего 1939 года. Но прежде чем говорить о них, должна сказать вам несколько слов о себе. Я писательница Марина Ивановна Цветаева. В 1922 году я выехала за границу с советским паспортом и пробыла за границей в Чехии и Франции по июнь 1939 года, то есть 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно, жила семьей и своими писаниями, сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные записки». Одно время печаталась в газете «Последние новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского. Вообще, в эмиграции была и слыла одиночкой. Почему она не едет в Советскую Россию? В 1936 году я всю зиму переводила для французского революционного хора «Хораль революционер» русские революционные песни, старые и новые. Между ними похоронный марш «Жертвы упали в борьбе роковой», а из советских песню из «Веселых ребят», «Полюшка широкополе» и многие другие. Мои песни пелись. В 1937 году я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 года получила разрешение вернуться в Советский Союз. Вернулась я вместе с 14-летним сыном Георгием 18 июня 1939 года на пароходе Мария Ульянова, ведшим испанцев. Причины моего возвращения на родину – страстное устремление туда всей моей семьи. Мужа Сергея Эфрона, дочери Ариадны Эфрон уехала первая в марте 1937 года, и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание отдать ему Родину и будущность, желание работать у себя и полное одиночество в эмиграции, с которой меня давным-давно уже не связывало ничто. При выдаче мне разрешения мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось. Сергей Яковлевич Эфрон – сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново, среди народовольцев Лиза Дурново, и народовольца Якова Константиновича Эфрона. В семье хранится его молодая карточка в тюрьме с казенной печатью Яков Константинов Эфрон «Государственный преступник». О Лизе Дурново мне с любовью и восхищением постоянно рассказывал вернувшийся в 1917 году Петр Алексеевич Кропоткин, и поныне помнит Николай Морозов. Есть о ней и в книге «Степняка. Подпольная Россия», и портрет ее находится в Кропоткинском музее. Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит, мать в Петропавловской крепости, старшие дети Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон по разным тюрмам. У старшего сына Петра два побега. Ему грозит смертная казнь, и он эмигрирует за границу. В 1905 году Сергею Эфрону, 12-летнему мальчику, уже даются матерью революционные поручения. В 1908 году Елизавета Петровна Дурново Эфрон, которой грозит пожизненная крепость, эмигрирует с младшим сыном. В 1909 году трагически умирает в Париже, кончает собой ее 13-летний сын, которого в школе заздразнили товарищи, а вслед за ним и она. О ее смерти есть тогдашний юманитет. В 1911 году я встречаюсь с Сергеем Эфроном, нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный, убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю никогда, чтобы ни было с ним не расставаться, и в январе 1912 года выхожу за него замуж. В 1913 году Сергей Эфрон поступает в Московский университет, филологический факультет. Но начинается война, и он едет братом милосердия на фронт. В октябре 1917 года он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в Москве в рядах белых и тут же едет в Новочеркасск, куда пребывает одним из первых двухсот человек. За все добровольчество 17-20 годы непрерывно в строю, никогда в штабе, дважды ранен. Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет. А вот что может быть неизвестно. Он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех, кого мог, забирал свою пулеметную команду. Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара у него на глазах, лицо с которым этот комиссар встретил смерть. В эту минуту я понял, что наше дело не народное дело. Когда в точности Сергей Фронт стал заниматься активной советской работой, не знаю, но это должно быть известно из его предыдущих анкет, думаю, около 1930 года. Но что я достоверно знал и знаю, это о его страстной и незменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном советском достижении, от малейшего экономического успеха, как сиял. Теперь у нас есть то-то, скоро у нас будет то-то и то-то. Есть у меня важный свидетель. Сын, росший под такие возгласы, из пяти лет другого не слыхавший. Больной человек, туберкулез, болезнь печени. Он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек на глазах горел. Бытовые условия, холод, неустроенность квартиры для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробностей его дел, знаю жизнь его души день за днем. Все это совершилось у меня на глазах. Целое перерождение человека. С октября 37-го года по июнь 39-го я переписывал с Сергеем Уфроном дипломатической почтой два раза в месяц. Письма его из Союза были совершенно счастливые. Жаль, что они не сохранились, но я должна была их уничтожать тотчас же по прочтению. Ему недоставало только одного – меня и сына. Когда я 19 июня 39-го года после почти двухлетней разлуки вошла на дачу в Болшево и его увидела, я увидела больного человека. О болезни его ни он, ни дочь мне не писали. Тяжелая сердечная болезнь, обнаружившаяся через полгода по приезде в Союз. Вегетативный невроз. Я узнала, что он эти два года почти сплошь проболел, пролежал. Но с нашим приездом он ожил. За два первых месяца ни одного припадка, что доказывает, что его сердечная болезнь в большой мере была вызвана тоской по нас и страхом, что могущая быть война разлучит навеку. Он стал ходить. Стал мечтать о работе, без которой изныл. Стал уже с кем-то из своего начальства сговариваться и ездить в горы. Все говорили, что он действительно воскрес. И 27 августа арест дочери. Теперь о дочери. Дочь моя Ариадна Сергеевна Эфрон, первая из всех нас, уехала в Советский Союз. А именно 15 марта 1937 года. До этого год была в Союзе возвращение на родину. Она очень талантливая художница и журналистка. И абсолютно лояльный человек. В Москве она работала во французском журнале «Review de Moscou» Страстной бульвар, дом 11. Ее работой были очень довольны. Писала литературно и иллюстрировала. Отлично перевела стихами поэмы Маяковского. В Советском Союзе себя чувствовала очень счастливой и никогда ни на какие бытовые трудности не жаловалась. А вслед за дочерью арестовали 10 октября 1939 года, ровно два года после его отъезда в Союз день в день и моего мужа, совершенно больного и истерзанного ее бедой. 7 ноября была арестована на той же даче семейства Львовых, наших сожителей, и мы с сыном оказались совсем одни, запечатанной дачей без дров в страшной тоске. Я обратилась в литфонд. Нам устроили комнату на два месяца при доме отдыха писателей в Голицыне с содержанием в доме отдыха после ареста мужа и осталась совсем без средств. Писатели устраивают мне ряд переводов с грузинского, французского и немецкого языков. Еще в бытность свою в Болшеве станция Болшева северной железной дороги, поселок Новый быт, дача 4, дробь 33. Я перевела на французский ряд стихотворений Лермонтова для «Ре-де-Муску» и «Интернациональной литературы». Часть из них уже напечатана. Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его в 1911-39 годы, без малого 30 лет. Но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня, что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут друзья и враги. Даже в эмиграции, в самой вражеской среде, никто его не обвинил в подкупности и коммунизм его объясняли слепым энтузиазмом. Даже сыщики, производившие у нас обыск, изумленные бедностью нашего жилища и жесткостью его кровати, как на этой кровати спал господин Эфром, говорили о нем с каким-то почтением. А следователь, так тот просто сказал мне, господин Эфром был энтузиаст, но ведь энтузиасты тоже могут ошибаться. А ошибаться здесь, в Советском Союзе, он не мог. Потому что все два года своего пребывания болел и нигде не бывал. Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом, словом и делом служил в своей родине и идеей коммунизма. Этот тяжелый больной. Не знаю, сколько ему осталось жизни, особенно после такого потрясения. Ужасно будет, если он умрет неоправданно. Если это донос, то есть недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы, проверьте доносчика. Если же это ошибка, умоляю, исправьте, пока не поздно. Марина Цветаева Ошибаться здесь, на месте беззакония и террора, где у деревьев жесты надгробий, было совершенно невозможно. Гляжу и вижу одно – конец, раскаиваться не стоит. Письмо от поэта к палачу, горе горькое со всеми следами безысходности, при всех внешних атрибутах прошения и мольбы, много больше, чем самая горячая мольба, его пыль отчаяния. Злую радость испытывали птенцы гнезда ежова, будучи умоляемы о пощаде, – довольно покуривал трубку кремлевский горец. Не ради заверения во всевладычестве полулюдей писалось оно. Это документ – обвинительное заключение на грозном, неподкутанном суде над всей жадной толпой стоящих у трона палачей свободы, гения и славы. Тем временем в Европе снова разгоралась мировая война. Катастрофа последняя, окончательная, бесповоротная. Март О, слёзы на глазах, плач гнева и любви! О, Чехия в слезах, Испания в крови! О, чёрная гора, затмившая весь свет! Пора, пора, пора Творцу вернуть билет! Отказываюсь быть! В бедламе нелюдей отказываюсь жить! С волками площадей отказываюсь выть! С акулами равнин отказываюсь плыть Вниз по теченью спин. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз На твой безумный мир! Ответ один. Отказ. 15 марта, 11 мая 1939-го. «Если за мной придут, я повешусь» – Марина Цветаева. «Ибо вся Цветаева непрестанное движение, Развитие и самосозидание, Не останавливающиеся ни на минуту» Ирма Кудрова, Вёрсты, Дали. «Современность не есть всё моё время. Но так же и вся современность не есть одно из её явлений. Эпоха Гёте одновременно и эпоха Наполеона, и эпоха Бетховена. Современность есть совокупность лучшего». Марина Цветаева, поэта «Время». 27 августа 1940 года. Из дневника «Сына». Сегодня наихудший день моей жизни И годовщина Аленова ареста. Я зол, как чёрт. Мне это положение ужасно надоело. Я не вижу исхода. Комнаты нет. Как вещи разместить – неизвестно. В доме атмосфера смерти и глупости. Всё выкинуть и продать. Мать, по-моему, сошла с ума. Я больше так не могу. Я живу действительно в атмосфере всё кончено. Будем жить у Лили. Не будет вещей. Я ненавижу наше положение И ругаюсь с матерью, которая только и знает, что ужасаться. Мать сошла с ума. И я тоже сойду. Слишком много вещей. Ля вуаля. Ля де шанс. Вот оно. Падение. Мы написали телеграмму в Кремль Сталину. Помогите мне. Я в отчаянном положении. Писательница Марина Цветаева. Я отправил тотчас же по почте. Теперь нужно будет добиться Павленко, чтобы когда вызовут союз писателей, там сказали бы, что мы до первого должны отсюда смываться. Всё возможно. Может быть нам предоставят комнату из-за этой телеграммы. Во всяком случае мы сделали, что могли. Я уверен, что дело удастся. Говорят, что Сталин уже предоставлял комнаты и помогал много разным людям, которые к нему обращались. Увидим. Я на него очень надеюсь. Наверное, когда Сталин получит телеграмму, то он вызовет или Фадеева, или Павленко и расспросит их о матери. Увидим, что будет дальше. Я считаю, что мы правильно сделали, что написали эту телеграмму. Это последнее, что нам остаётся сделать. Сегодня пойду за тетрадями в школу. Увидим, что даст эта телеграмма. Писатели могут только предлагать дом отдыха. А это нам не нужно. А вдруг выйдет и телеграмма даст свой эффект. Вполне возможно. Сейчас мать будет звонить секретарше Павленко, Скудиной, чтобы знать, здесь ли Павленко и как его поймать. Во всяком случае, все усилия сделаны. Страшно хочу есть. Георгий Ефрон. Левники Подруга, ты проходишь своею дорогою, И руки твоей я не трогаю. Но тоска во мне слишком вечная, Чтоб была ты мне первой встречной. Сердце сразу сказала – Милая, Все тебе наугад простила я, Ничего не знав, даже имени. О, люби меня! О, люби меня! Вижу я по губам извилиной, По надменности их усиленной, По тяжёлым надбровным выступам Это сердце берётся приступом. Платье шёлковым чёрным панцирем, Голос чуть хрипотцой цыганскою, Всё в тебе мне до боли нравится, Даже то, что ты не красавица. Красота! Не увянешь залито, Не цветок, стебелёк и стали ты, Злее злого, острее острого, Увезённый. С какого острого? А пахалом чудишь или тросточкой, В каждой жилке и в каждой косточке, В форме каждого злого пальчика, Нежность женщины, дерзость мальчика. Все усмешки стихом парируя, Открываю тебе и мируя Всё, что нам в тебе уготовано, Незнакомка с челом Бетховена. 14 января 1915 Вот у Бадлера поэт – это альбатрос. Но какой же я альбатрос? Просто ощипанная печуга, Замерзающая от холода, А вернее всего потусторонний дух, Случайно попавший на эту чуждую, страшную землю. Марина Цветаева Из письма Цветаевой Меркурьевой 31 августа 1940 года Моя жизнь очень плохая, Моя не жизнь. Обратилась к заместителю Фадеева Павленко. Очаровательный человек, Вполне сочувствует, но дать ничего не может. У писателей в Москве нет ни метра, И я ему верю. Предлагал загород, Я привела основной довод – собачьей тоски. И он понял и не настаивал. Загородом можно жить большой дружной семьёй, Где один другого выручает, сменяет и т.д. А так Мур в школе, а я с утра до утра Одна со своими мыслями – трезвыми, без иллюзий, И чувствами, безумными, якобы безумными, вещами, И переводами. Хватит с меня одной такой зимы. Обратилась в Литфонд. Обещали помочь мне приискать комнату. Но предупредили, что писательница с сыном Каждый сдающий предпочтёт одинокого мужчину Без готовки, стирки и т.д. Где б не тягаться с одиноким мужчиной? Словом, Москва меня не вмещает. Мне некого винить. И себя не вини. Потому что это была моя судьба. Только чем кончится? Я своё написала. Могла бы, конечно, ещё, но свободно могу – не. Кстати, уже больше месяца не перевожу ничего, Просто не притрагиваюсь к тетради. Таможня, багаж, продажи, подарки, кому что. Беганье по объявлениям. Дала четыре. И ничего не вышло. Сейчас переезд и доколит. Хорошо, не я одна. Да, но мой отец поставил музей изящных искусств. Один на всю страну. Он основатель и собиратель. Его труд четырнадцати лет. О себе говорить не буду. Нет. Всё-таки скажу. Словом, Шинье его последним словом. Эпухта Илья Векелькашосля. А всё же кое-что здесь было. Указал налог. Я не могу, не кривя душой, отождествить себя с любым колхозником или одесситом, на которого тоже не нашлось места в Москве. Я не могу вытравить из себя чувства. Правда. Не говоря уже о том, что в бывшем Румянцевском музее три нашей библиотеки – деда Александра Даниловича Мэйна, матери Марии Александровны Цветаевой и отца Ивана Владимировича Цветаевой. Мы Москву задарили, а она меня вышвыривает, извергает. И кто она такая, чтобы передо мной гордиться? Марина Цветаева. Письма. Ответ Александра Фадеева товарищу Цветаевой 17 января 1941 года. Товарищ Цветаева. В отношении ваших архивов я постараюсь что-нибудь узнать, хотя это не так легко, принимая во внимание все обстоятельства дела. Во всяком случае постараюсь что-нибудь сделать. Но достать вам в Москве комнату абсолютно невозможно. У нас большая группа очень хороших писателей и поэтов, нуждающихся в жилплощади. И мы годами не можем им достать ни одного метра. Календарь литературных преследований. САД За этот ад, за этот бред, Пошли мне сад на старость лет. На старость лет, на старость бед, Рабочих лет, горбатых лет. На старость лет собачьих клад, Горячих лет прохладный сад. Для беглеца мне сад пошли, Без ни лица, без ни души, Сад ни шажка, сад ни глазка, Сад ни смешка, сад ни свистка. Без ни ушка мне сад пошли, Без ни душка, без ни души. Скажи, довольна мукина, Сад одинокий, как сама, Но около и сам не стань, Сад одинокий, как ты сам. Такой мне сад на старость лет, Тот сад, а, может быть, Тот свет на старость лет моих Пошли на отпущение души. 1 октября 1934 Идеи, идеалы, слов полон рот. Марина Цветаева Пока возвращенцы искали, Кто бы приютил их в родном городе, Чем была занята столица? Кому солитовали москвичи? Чем была занята роковая родная страна? Страна распевала песни лебедева-кумача, Напрягалась на стройках пятилеток, Добивала контру И гордилась, гордилась собой, Отцом народов, Национализированным величием, Небывалым государством И невыносимыми условиями Бытосексотов и гражданского населения? Картина коллективного психоза Власть имущих была бы неполной, Если бы автору поэмы «Воздуха» позволили свободно дышать. Чем могло повредить перо одной слабой, Замерзающей от холода, Но ещё не совсем ощипанной печуге? Небо как въезд, У деревьев жесты торжеств. Во Франции заботы по дому Лишили её утренних, Наиболее плодотворных часов работы. В Советской России не осталось ни дома, Ни домашних дел, Жизни не осталось. И там мне не только заткнут рот Непечатанием моих вещей, Там мне их и писать не дадут. Тысяча девятьсот тридцать второй год. Всё знала Марина Ивановна, Не догадывалась, знала. «Мой весь грех, Моя вся кара, И обоих нас укроет песок» Марина Цветаева. «Где уж тут нации Услышать поэта, Спасти, Оборонить, Предупредить катастрофу, Когда Над нами проклятие семьи?» Александр Блок. «Когда и свою-то семью Спасти удастся едва ли? Никто моих не слушал доводов, И вышел мой табак» Александр Блок. «В гибельном фолианте Нету соблазна для женщины, Арс Аманди, Женщине, Вся земля, Сердце Любовных зелий, Зелье Вернее всех, Женщина с колыбели Чей-нибудь смертный грех. Ах, далеко до неба, Губы Близки во мгле, Бог, не суди, Ты не был Женщиной на земле». 29 сентября 1915. Доктор филологических наук Корнелий Зелинский, правоверный критик из среды Хороших писателей и поэтов, Рецензии на сборник стихов Марины Цветаевой, Предложенный для публикации Гослит-издату, Показал образец партийного подхода К литературе. В данном своём виде книга Цветаевой Не может быть издана Гослит-издатом. Всё в ней, Тон, Словарь, Круг интересов, Чужда нам И идёт Вразрез Направлению советской поэзии, Как поэзии социалистического реализма. Из всей книги, Едва ли можно отобрать пять-шесть стихотворений, Достойных быть демонстрированными нашему читателю. И если издавать Цветаеву, То отбор стихов из всего написанного ею, Вероятно, не должен быть поручаем автору. Худшей услугой ему было бы Издание именно этой книги. Календарь литературных преследований. Рецензия датирована 19 ноября 1940 года. Правильной идеологической позицией Товарищ Зеленский отметился И в деле в 1946 г. Михаил Зощенко, Анна Ахматова И в 1957 г. Борис Пастернак Сколько было таких правильных, Хороших писателей и поэтов С предгорьев трусов и трусих, Людей без цвета, таланта и совести Среди 4800 членов Союза писателей СССР В 1959-м. Уже безлегшего в Экском надула Александра Фадеева. «Пас скриптум. Человек, смогший аттестовать Такие стихи, как формализм, Просто бессовестный. Это я говорю из будущего» Отметка Марины Ивановны Цветаевой На машинописи отвернутой рукописи. «Ну что, Корнелий, Человек бессовестный, бесчестный, Хотя и партийный, Безумным в усердии своём, Хорошо сейчас вам в аду?» «Когда-нибудь в иксовом поколении И эта душа, как все будет поэтом, Вооружённым всем небом» – Борис Пастернак «Недр, достовернейшую гущу, Я мнимостями пересилил» Марина Цветаева Из письма Александру Бахраху 25 июля 1923 года Любите мир во мне, не меня в мире, Чтобы Марина значила мир, а не мир Марина. Марина – это пока спасательный круг, Когда-нибудь сдёрну, плывите. Я, живая, не должна стоять Между человеком и стихией, Марины нет, когда море. Если мне через свою живую душу Удастся провести вас в душу, Через себя, во всё, я буду счастлива, Ведь всё – это мой дом, Я сама туда иду, Ведь я для себя полустана, Я сама из себя рвусь. Молитва Христос и Бог Я жажду чуда. Теперь, сейчас, в начале дня, Удай мне умереть, покуда Вся жизнь, как книга для меня. Ты мудрый, ты не скажешь строго, Терпи, ещё не кончен срок. Ты сам мне подал слишком много, Я жажду сразу всех дорог. Всего хочу с душой цыгана Идти под песни на разбой, За всех страдать под звук органа И амазонкой мчаться в бой. Гадать по звёздам в чёрной башне, Вести детей вперёд сквозь тень, Чтоб был легендой день вчерашний, Чтоб был безумьем каждый день. Люблю и крест, и шёлк, и каски, Моя душа мгновений след, Ты дал мне детство лучше сказки, И дай мне смерть в семнадцать лет. Таруса 26 сентября 1909 Поэзия не дробится ни в поэтах, Ни на поэтов. Она во всех своих явлениях. Одна. Одно. В каждой. Вся. Так же, как по существу нет поэтов, А есть поэт. Один и тот же с начала и до конца мира. Сила, окрашивающаяся в цвета данных времён, Племён, стран, наречий, лиц, Проходящих через её силу, Несущих, как река, Теми или иными берегами, Теми или иными небесами, Тем или иным дном. Марина Цветаева Эпос и лирика современной России С началом войны 1941 года Цветаева с сыном эвакуируются сначала в Чистополь, Оттуда пароходом в Елабугу. Перед отъездом в Москве прощаются с Пастернаком. – Что это? – Печёвка. Помнишь, ты просила? – А, вот это… Ты молодец. Как трогательно, что не забыл. Мне как раз нужно обвязать чемодан. Замок совершенно не держится. – Позволь мне, Марина. Это мужское дело. – Танковата твоя верёвочка, Боря. Не порвётся? – Ну, что ты, Марина. Это настоящая пенька. Она всё выдержит? Хоть вешайся. До конца своих дней Он не простит себе роковой шутки. Подруга. Хочу у зеркала, где муть, И сон туманищий, Я выпытать, куда вам путь, И где пристанище. Я вижу мачта корабля, И вы на палубе, Вы в дыме поезда, Поля вечерней жалобе, Вечерние поля в рассе, Над ними вороны. Благословляю вас на все Четыре стороны. Третье мая 1915. Это не проза жизни. Это трагедия. Обирают живых людей, не давая осуществить себя. Марина Цветая Впервые я увидела её в 1941 году. До тех пор мы с ней никогда не видались. Она посылала мне стихи и подарки. В 1941 году я приехала сюда по лёвиным делам, Борис Леонидович навестил Марину после её беды И спросил у неё, чего бы ей хотелось. Она ответила – увидеть Ахматова. Борис Леонидович оставил здесь у Нины телефон И просил, чтобы я непременно позвонила. Я позвонила, а она подошла. – Говорит Ахматова. – Я вас слушаю. – Да-да, вот так. Она меня слушает. – Мне передал Борис Леонидович, что вы желаете меня видеть. Где же нам лучше увидеться – у вас или у меня? – Думаю, у вас. – Тогда я сейчас позову кого-нибудь нормального, Кто бы объяснил вам, как ко мне ехать. – Пожалуйста. Только нужен такой нормальный, Который умел бы объяснять ненормальный. Тут я подумала – один безумный поэт – хорошо, два – плохо. Она приехала и сидела семь часов. А Ардовы тогда были богатые И прислали ко мне в комнату целую телячью ногу. На следующий день звонок. – Опять хочу вас видеть. А я собиралась к Николаю Ивановичу в Марину Рощу. Я дала ей тот телефон. Вечером она позвонила. Говорит – не могу ехать на такси, на метро, на троллейбусе, На автобусе. Только на трамвае. Тедди Гриц ей все подробно объяснил И вышел ее встретить. Мы пили вино вчетвером. Тедди сказал, что у дома торчит человек. Я подумала – какая же у нее счастливая жизнь? А может быть это у меня? А может быть у нас обеих? Лидия Корнеевна Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 6 декабря 1960 года. 21 октября 1941 года Анна Ахматова, будучи в Чистополе, расспрашивает подругу Оцветаевой. Я прочла ей то, что записала 4 сентября, сразу после известия о самоубийстве. Сегодня мы шли с Анной Андреевной вдоль камы. Я переводила ее по жердочке через ту самую лужу океан, через которую немногим более 50 дней назад помогала пройти Марине Ивановне, когда вела ее к Шнейдеру. Странно очень – сказала я. Та же река и лужа, и досточка та же. Два месяца тому назад на этом самом месте через эту самую лужу я переводила Марину Ивановну. И говорили мы о вас. А теперь ее нету, и говорим мы с вами о ней на том же месте. Анна Андреевна ничего не ответила, только поглядела на меня со вниманием. Но я пересказала ей наш тогдашний разговор. Я высказала Марине Ивановне свою радость. Анна Андреевна не здесь, не в Чистополе, не в этой утопающей в грязи, оторгнутой от мира чужой полутатарской деревне. Здесь она непременно погибла бы. Здешний быт убил бы ее. Она ведь ничего не может. А вы думаете, я могу? – резко перебила меня Марина Ивановна. Лидия Корнеева-Чуковская. Записки об оменах матовой. Бессонница В огромном городе моем ночь. Из дома сонного иду прочь. И люди думают – жена, дочь, А я запомнила одну ночь. Июльский ветер мне метет путь. И где-то музыка в окне – чуть. Ах, нынче ветру до зари – дуть. Сквозь стенки тонкие груди – грудь. Есть чёрный тополь в окне – свет. И звон на башне и в руке – цвет. И шаг вот этот никому – след. И тень вот эта – а меня нет. Огни, как нити золотых бус. Ночного листика во рту – вкус. Освободите от дневных уз. Друзья, поймите, что я вам снюсь. 17 июля 1916. Москва. 31 августа 1941 года. Знаю, нечаянно в смерть оступлюсь. В возрасте 49 лет Марина Цветаева покончила с собой. 16 октября 1941 года был расстрелян Сергей Эфрон. 48 лет. Ариадна Эфрон прожила 63 года. Из них 17 лет в тюрьмах и лагерях. Георгий Эфрон погиб в своём первом бою при наступлении советских войск на Первом Белорусском фронте 7 июля 1944. Ему было 19 лет. Знаю, умру на заре, на которой из двух, Вместе с которой из двух не решить по заказу. Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух, Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу Пляшущим шагом прошла по земле. Небо, дочь, с полным передником роз, Ни ростка не наруша. Знаю, умру на заре, я остребиную ночь Бог не пошлёт по мою лебединую душу. Нежной рукой отведя нецелованный крест, В щедрое небо рванусь за последним приветом, Прорез зари и ответной улыбки прорез, Я и пред Божьим престолом предстану по этому. Москва, декабрь 1920. 25 октября 1962 года Под председательством Ильи Эренбурга В Москве в Литературном музее Состоялся вечер Марины Цветаевой. «Цветаева была несчастна не только по обстоятельствам, Сказал он, а и потому, что ей было присуще Внутреннее несчастье. Ей был абсолютно чужд, уют. Она умела придать любому жилью Характер разорённый и необычный. Сказал и другое. Цветаеву любят все, кто любит поэзию. Её нам вернули, как ключ от запертой двери. Но Родина встретила её неласково. Я бесконечно счастлив, что дожил до нашего времени, Что могу говорить слух о большом поэте». Литераторовед Евгений Борисович Тагер, Автор работ о Александре Блоке, Максиме Горьком, Владимире Маяковском, сообщил. «Впервые я увидел Марину Ивановну В декабре 1939 года в Голицыне. Она снимала комнату в избе, Окружала её житейская неустроенность. Ожидал я увидеть существо хрупкое, утончённое, Изысканную парижанку. Всё это оказалось не так. Серый свитер. Шуба с польского еврея. В облике Цветаевой поражала удивительная чёткость. У неё было тонко нарисованное лицо. Стройность, но не гибкая, колеблющееся. А стройность прямоты и силы. Что-то чеканное, сильное, ясное. Той же ясностью отмечена была и её поразительная русская речь. Зернистость, отчётливость, ясность. Во внутреннем облике проступала и даже преобладала ясность мысль, стремительная сила, логическая убеждённость. На первых порах сложность её стиха кажется противоречащей логической ясности её мышления. Но, читая свои стихи вслух, она вносила в них разъясняющую интонацию. Это напоминало Пастернака. При мне Марина Ивановна пересматривала свою поэму конца и делала поправки. Помню одну вместо «час не ждёт, смерть не ждёт». За ней никто ничего не записывал. Евгеньев мало, а Эккерманов ещё меньше. Лидия Корниевна Чуковская. Записки о бане Ахматовой Подруга! Как весело сиял снежинками Ваш серый, мой соболь и мех, Как по рождественскому рынку мы Искали ленты ярче всех, Как розовыми и несладкими Я вафленой объелась шесть, Как всеми рыжими лошадками Я умилялась в вашу честь, Как рыжие поддёвки Парусом божась Сбывали нам тряпьё, Как на чудных московских барышень Дивилась глупое бабьё, Как в час, когда народ расходится, Мы нехотя вошли в собор, Как на старинной Богородице Вы приостановили взор, Как этот лик с очами хмурыми Был благостен и измождён В киоте с круглыми амурами Елисаветинских времён, Как руку вы мою оставили, Сказав, о, я её хочу, С какой бережностью Вставили в подсвечник жёлтую свечу, О, светская с кольцом опаловым Рука, о, вся моя напасть, Как я икону обещала вам Сегодня ночью же украсть, Как в монастырскую гостиницу Гул колокольный и закат, Блаженные, как именинницы, Мы грянули, как полк солдат, Как я вам хорошеть до старости Клялась и просыпала соль, Как трижды мне вы были в ярости, Червонный выходил король, Как голову мою сжимали вы, Лаская каждый завиток, Как в вашей брошечке эмалевой Мне губы холодил цветок, Как я по вашим узким пальчикам Водила сонною щекой, Как вы меня дразнили мальчиком, Как я вам нравилась такой. Декабрь 1914 Если час для поэтической карьеры Внешнего прохождения и дохождения поэта Ныне в России благоприятный, То для поэтической одинокой дороги Он неблагоприятен. События питают, но они же и мешают, И в случае лирического поэта Больше мешают, чем питают. События питают пустого, Незаполненного, опустошенного, Временно пустующего. Переполненному они мешают. События питают Маяковского, У которого была только одна полнота – сил. События питают только бойца. У поэта свои события, Своё самособытие поэта. Оно в Пастернаке, если не нарушено, То отклонено, заслонено, отведено. Тот же отвод рек, Видоизменение русл. Марина Цветаева, Эпос и лирика современной России. Борис Пастернак вспоминал. Мы были друзьями. У меня хранилось около ста писем от неё В ответ на мои. Несмотря на место, которое я, как раньше сказал, Занимали в моей жизни потери и пропажи, Нельзя было вообразить, Каким бы образом могли Когда-нибудь пропасть эти бережно хранимые Драгоценные письма. Их погубила излишняя тщательность их хранения. В годы войны и моих наездов к семье в эвакуацию Одна сотрудница музея имени Скрябина, Большая почитательница Цветаева и большой мой друг, Предложила мне взять на сохранение эти письма Вместе с письмами моих родителей И несколькими письмами Горького и Ролана. Всё перечисленное она положила в сейф музея, А с письмами Цветаева не расставалась, Не выпуская их из рук И не доверяя прочности стенах несгораемого шкафа. Она жила круглый год за городом И каждый вечер возила эти письма В ручном чемоданчике к себе на ночлег И привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении Возвращалась к себе домой на дачу. На полдороге от станции Она в лесу спохватилась, Что оставила чемоданчик с письмами В вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаева. Борис Пастернак, Люди и положение Расстояние Вёрсты мили, Нас расставили, Рассадили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли. Расстояние Вёрсты дали, Нас расклеили, Распаяли, В две руки Развели Распят И не знали, Что это Спла Вдохновений И сухожилий. Нас Рассорили, Рассорили, Расслоили Стена дорог, Расселили нас, Как орлов Заговорщиков. Вёрсты дали, Не расстроили, Растеряли. По трущобам земных широк, Рассовали нас, Как сироп, Который уж, Ну, Который, Март, Разбили нас, Как колоду Карты. 24 марта 1925 Кто такое моё время, Чтобы я ещё ему и вольно служила? Что такое вообще время, Чтобы ему служить? Моё время завтра пройдёт, Как вчера его, Как послезавтра твоё, Как всегда всякое, Пока не пройдёт само время. Служение поэта времени – оно есть. Есть служение мимовольное, То есть роковое – не могу – не. Моя вина перед Богом, Пусть заслуга перед веком. Брак поэта с временем – Насильственный брак. Брак, которого, Как всякого претерпеваемого насилия, Он стыдится, Из которого рвётся. Прошлые поэты – в прошлое, Настоящие – в будущее, Точно время от того меньше времени, Что оно не моё. Вся советская поэзия – Ставка на будущее. Только один Маяковский – Этот подвижник своей совести, Этот каторжанин нынешнего дня, Этот нынешний день возлюбил. То есть поэта в себе – Превозмог. Брак поэта с временем – Насильственный брак. Потому ненадёжный брак. В лучшем случае – Вон мин амвэжэ. Хорошая мина при плохой игре. А в худшем – Постоянный. Настоящий. Измена за изменой, Всё с тем же любимым. Единым под множеством имён. Как волка не корми, Всё в лес глядит. Все мы, волки, Дремучего леса вечности. Марина Цветаева. Поэт и Время Бессонница. Вот опять окно, Где опять не спят, Может, пьют вино, Может, так сидят, Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, Есть окно такое. Крик разлук и встреч, Ты – окно в ночи, Может, сотни свеч, Может, три свечи. Нет и нет уму Моему покоя, И в моём дому Завелось такое. Помолись, дружок, За бессонный дом, За окно с огнём. 23 декабря 1916. Поэт, чтобы прославить храм, Сжигает себя. Марина Цветаева. Серебряный век, Быстрота стремительных событий, Правда, игра, Прямая неизбежность, Прощение обид. И как не умереть поэту, Когда поэма удалась? Как оно было тогда? Нежность женщины, Дерзость мальчика Или Помолись, дружок, За бессонный дом. Серебряный век Никогда не проходил, Никуда и не уходил вовсе. Потому что тогда Вечно, Вечно, Вечно. Но есть у меня ещё одно, Более раннее, До знакомства, Воспоминания, Незначительное, Но рассказа стоящая, Хотя бы уже Из-за Тургеневских мест, С которыми Белый вдвойне связан, Как писатель И как страдатель. Тульская губерния, Разъезд в Толстое, Тут же город Чернь, Где Иван беседовал с чёртом, Тут же Беженлук, И вот на каких-то именинах, В сновиденном белом доме, В сновиденном чёрным парком. Какая вы розовая, Здоровая, Наверное, рассудительная, Поёт охая От жары и жиру Хозяйка-помещица, Мне, А вот мои, Сухие, Как козы, И совсем сумасшедшие, Особенно Бишетка, Это её бабушка так назвала, За глаза и за прыжки. Ну подумайте, Голубушка, Сижу я, Это у нас в Москве, В столовой, И слышу, Бишетка в передней по телефону, Позовите, пожалуйста, К телефону Андрея Белого. Ну тут я сразу насторожилась, Уж странно очень, Ведь либо Андрей, Либо Андрей Петрович, Скажем, А то что же это за Андрей Белый такой, Точно каторжник Или дворник? Стоит, Ждёт, Долго ждёт, Должно быть не идёт, И вдруг, Голубушка моя, Ушам своим не верю. Вы, Андрей Белый, Будьте так любезны, Скажите, пожалуйста, Какие у вас глаза? Мы с сёстрами Держали пари. Тут молчание Настало долгое. Ну, думаю, Её отчитывает, Бог знает, За кого принял. Уж встать хочу Объяснить тому господину, Что она по молодости И без отца росла, И без всякого, Так скажем, Какого-нибудь умысла. Словом, Дура. Что? И вдруг опять заговорила. Значит, Серые? Правда, Серые? Нет, Вовсе не как у всех людей, А как ни у кого в Москве И на всём свете. Я на лекции была, И сама видела, Только не знала, Серые или зелёные. Вот и выиграла пари. Ура! 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 Спасибо вам, Андрей, За Серые. Летает ко мне. Мама! Серые! Да уж слышу, Что Серые. Отдала бы я тебя лучше В Екатерининский институт, Как мне Анна Семёновна советовала. Да какие там Екатерининский институты? Ты знаешь, С кем я сейчас по телефону говорила? А сама скачет Вверх-вниз, Вверх-вниз, Под самый потолок. Вы ведь видите, Какая она у меня высокая, А потолки-то у нас в Москве низкие, И сейчас люстру башкой сшибёт. С Андреем Белым, Самым знаменитым писателем России. А ты знаешь, Что он мне ответил? Совсем не знаю. Сейчас посмотрю. И пошёл смотреться в зеркало, Оттого так долго. И, конечно, Оказались серые. Ты понимаешь, Мама? Андрей Белый, Тот, что читал лекцию, Ещё скандал был. Страшно свистели. Я теперь и с блоком познакомлюсь. Марина Цветаева, Пленный дух Там, в ночной застывающей стуже, В поле звёзд отыскал я кольцо. Вот лицо возникает из кружев, Возникает из кружев лицо, Вот плывут её в южные трели, Звёзды светлые шлейфом влача, И взлетающий бубен метели, Бубенцами призывно бренча, С лёгким треском рассыпался веер. Ах, что значит не пить и не есть, Но в глазах обращённых на север Вне холодному жгучая весть? И над мигом свивая покровы, Вся окутана звёздами в юг, Уплываешь ты в сумрак снеговый, Мой от века загаданный друг. Август 1905 Александр Блок Серебряный век Сёстры Цветаевы О, как ты перерастаешь И обиваешь меня Высокими флоксами Твоих цветущих слов! Райнер Мария Риль Ты моя безусловность, Ты из головы до ног горячий, Воплощённый замысел! Борис Леонидович Пастернак Передо мной стояло, Вплотную подойдя, лето, То есть Коктебель, Коктебель с Мариной, Святой Горой, Сюрью Кая, Орлами, Морским прибоем, С духом вольности, Мощи, Пра, Кородак, Макс, Его живой каменный профиль, Псы бродячие и дикие, Халцедонные сердолики, Скрип гравия под лёгкой ступнёй в чувяке, Одиночество и молодость, Кричащая ветер, Что всё прошло, Ничего не было, Всё заново, Всё впереди. Анастасия Ивановна Цветаева Воспоминания Они этим жили, Они это пережили, И они об этом сказали. Думюст Ден Лебен Эндер Ты должен изменить свою жизнь. Райнер Мария Рильд Рассказчица переводит дух И упавшим голосом. Уж какой он там самый великий писатель, Не знаю. Мы Тургенева читали, Благо и места наши. Ну, великий или не великий, Писатель или не писатель, А всё же человек порядочный, Не выругал, Не заподозрил, А сразу понял – дура, И пошёл в зеркало смотреться, Как дурак. Потом я её спрашиваю. А не спросил он, Бишетка, Какие у тебя глаза? Да что ты, мама, Очень ему интересно, Какие у меня глаза. Разве я знаменитость какая-нибудь? Милый Борис Николаевич, Когда я четырнадцать лет спустя, В Берлинской Прагердиле, Вам это рассказала, Ваш первый вопрос был, А какие у неё были? Бишет, Бишет, Козочка, Серые, наверное, И вот такие Перерезает воздух в козь. Как у настоящей козы? Сколько ей тогда было лет? Семнадцать? Такая, Такая, Такая высокая, Пепельно-русая, И прыгала неподвижно, Чуть не опрокидывает стол. Вот так, Вот так, Вот так. Борис Николаевич Показывает Марине Ивановне Эвритмию Шёпот соседнего стола. Почему же она мне никогда не написала? Родная, Голубушка, Её нельзя было бы найти. Нельзя? Нигде? Она, конечно, умерла. Все, Все они умирают Или уходят, Вызывающий взгляд на круговую. Вы не понимаете. Абрам Григорьевич, И вы, слушайте, Девушка с козьями глазами, Бишет, Которая была на моём чтении. Издатель вяло. На котором чтении? Уже здесь? Он Вперясь. Конечно, Здесь. Потому что я сейчас Там. Потому что там Сейчас здесь. И никакого здесь, Кроме там. И никакого сейчас, Кроме тогда. Потому что тогда Вечно. 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 Это и есть Фетовская Теперь. Подходит и другой его издатель. Белый Маляще. Соломон Гитманович, Слушайте и вы. Девушка. Четырнадцать лет назад. Бишет, С козьями глазами, Которая вот так, От радости, Что я ей ответил по телефону, Какие у меня глаза. Четырнадцать лет назад. Она сейчас Валькирия. Вернее, Она была бы Валькирия. Я знаю, Все, Что она умерла. Марина Цветаева, Пленный дом. В огромном липовом саду, Невинном и старинном, Я с мандолиною иду, В наряде очень длинном, Вдыхая тёплый запах нив И зреющей малины, Едва придерживая грим Старинный мандолин. Пробором кудри раздели, Тугого шёлка шорох, Глубоко вырезанный лифт И юбка в пышных сборах. Мой шаг изнежен и устал, И стан, Как гибкий стержень, Склоняется на пьедестал, Где кто-то ниц повержен, Упавшие колчан и лук на зелени, Так белый, И топчет узкий мой каблук Невидимые стрелы. А там, На маленьком холме За каменной оградой, На веки отданной зиме И веющей элладой, Покрытый временем, Как льдом живой, Каким-то чудом, Двенадцатиколонный дом С террасами над прудом. Над каждую колонной Вряд двойной взметнулся локон, И бриллиантами горят Его двенадцать окон. Стучатся в них напрасный труд, Ни тени в галерее, Ни тени в залах. Сонный пруд Откликнется скорее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...